Ученика с ними, не говоря уже о том, что ему пришлось иметь дело сразу с несколькими из них, однако, когда эта мысль промелькнула у всех в голове, все, что они увидели, это как хуи двое других были уничтожены, черт, все студенты были ошеломлены, один удар, чтобы убить, как такое могло случиться, сколько лет этому студенту, однако то, что было более неожиданным, так и не произошло, Как раз когда они думали, что эта сцена закончится, этот новый студент фактически продолжил свою атаку, голубая энергия конденсировалась в его руках, появился ослепительный гигантский синий лук, в одно мгновение ужасающая энергия собралась и сжалась в яркую стрелу, вот, у каждого учащегося екнуло сердце, эта ужасающая мощь повергла всех в шок, он действительно планирует убить их, они все еще в колледже Чжанчжинь, вжух, в ушах зазвенел пронзительный свет, От которого они мели уши, стрела Синхи, толстый тигр и двое других, которые только что врезались в стену, даже не успели у постели отдышаться, как ослепительная стрела уже приблизилась к ним, все кончено, у всех похолодело сердце, это все еще нормально шутить с новым студентом, но это будет огромная проблема, когда речь идет о жизни, именно в этот момент мелькнула фигура, Тело жирного тигра и двух других было отброшено в сторону, оставив эту фигуру лицом к лицу с приближающейся стрелой Синхи, это был Сумин Сюй, выжи-жи-жи, полупрозрачная рябь вспыхнула и слегка изменила маршрут стрелы Синхи, когда он ударил тело Сумин Сюань, то импульс отбросил его на стену позади него, это вызвало огромный взрыв, дым и пыль были повсюду, густой дым и пыль заставили всех присутствующих студентов задыхаться, Все иллюзии исчезли без следа, перед ними предстал обшарпанный класс, ничего не поделаешь, ведь все иллюзии зависят от физического состояния класса, когда класс сбудет разрушен, иллюзия, естественно, последует за ним, все в классе покрылись грязью, когда пыль улеглась, все были покрыты толстым слоем пыли, эй, а ты не перегибаешь палку? Су прозревший холодно смотрел на нового ученика, затаившийся страх начал расти в его сердце, как правило, те, кто присоединился к отделу, это те, кто только что вступил в профессиональную сферу, однако, хотя сила этого человека не так велика, как его, для нового ученика сила просто необычайна, вы, ребята, не пытаетесь меня убить? Суха посмотрел на окружающих и начал понимать ситуацию, с этой мыслью он, наконец, понял истинное намерение этих парней и беспомощно покачал головой, значит, они просто пытались подразнить меня, хэм, кажется, я слишком бурно отреагировал, убить тебя? Су прозревший был ошеломлен, это колледж Джанчжинь, верно? Кто посмеет убить кого-то здесь? Как здесь может быть кто-то, кто пытается убить других? Глядя на их испуганный вид, Суха пожал плечами, ну он не должен никому ничего объяснять, поскольку они здесь не для того, чтобы убить меня, я позволю им сохранить свою жизнь, сказав это, Суха вошел и оставил толпу ошеломленной. Этот новый ученик представляется более высокомерно, чем Су прозревший, неправильно, это должно быть его эго, в прошлом году даже Су Минсю и не осмелился на это, но теперь и сам Су Минсю и был ошеломлен, откровенно говоря, для Суха это пустяк, в штабе слишком много существ целились ему в голову, проклятие, человек рядом с Су Минсю и хотел напасть, но тот удержал его, с толстым тигром все в порядке, ну это время для него, чтобы заработать урок для новичков и не убежаешь, Су Минсю и небрежно продолжил, твой характер тоже должен измениться, думаете, я буду заботиться о вас вечно, тот студент широко раскрыл глаза, босс, может это вы, ты прав, взгляд Су прозревшего показал намек на радость, прошло полгода, речь идет о времени для меня, чтобы войти в промежуточный класс, толпа вокруг обрадовалась, от профессионального эспера первого уровня до профессионального эспера пятого уровня, эта скорость слишком велика, если он хочет сохранить эту скорость продвижения, не означает ли это, что он сможет присоединиться к Тянь Лонгу в качестве ученика к своему третьему году, это место мечта многих студентов, поздравляю, босс, благодарю, все были в восторге от этой новости, в том числе эти немногие студенты, которые пришли поддержать толстого тигра и двух других, битва, которая произошла внезапно, закончилась вот так, в конце концов, Сумин Сюань довольно популярен, с его мощной силой, большим талантом и умом, он определенно принц на белом коне для многих девушек, Сухая подошел к месту и сел, ожидая начала урока, девушка рядом с ним уставилась на него своими большими глазами, она почувствовала, что этот человек ей знаком, как будто она видела его раньше, чем больше она смотрела на него, тем сильнее становилось это чувство, и в конце концов она подсознательно сделала шаг назад, Су, Сухая, эта девушка была так напугана, что в ужасе указала на Сухая, ты, ты, ты Сухая, верно, эти слова застали всех врасплох, толпа повернулась, чтобы взглянуть, самым шокирующим фактом было то, что сам Сухая, казалось, наслаждался таким обращением, это был его первый опыт, хотя он и не красавец, с ним никогда не обращались, как с врагом номер один, неужели он такой страшный? Сухая молча коснулся подбородка, он чувствовал, что с ним все в порядке, в это время окружающие ученики наконец поняли, неудивительно, что сила, проявленная им ранее, была такой ужасающей, неудивительно, что, когда он чувствовал раздражение, он пытался убить их, оказалось, что он Сухая, один из десяти самых жестоких мужчин, Сухая даже убил учителя доменного эспера, подумав об этом, все отступили на шаг, это действие задело чувство Сухая, неужели он действительно так ненавистен, что было еще более неожиданным, так это то, что в этот момент из главной двери вырвалось сильное намерение убить, Сумин Сюэй, который был спокоен и успокаивал остальных, внезапно бросился на Сухая, ты Сухая, холодно спросила Сумин Сюэй, конечно, глаза Сухая сузились, аура, излучаемая этим человеком перед ним, отличалась от предыдущей, такая сила, Сухая не мог припомнить, чтобы у него был такой враг, просто когда Сухая был озадачен, Супразревший дал ему ответ, Моя фамилия Су, Супразревший, Супразревший холодно уставился на Сухая, окружающая энергия была полностью мобилизована и сконденсирована в ужасающую ауру, в то же время твердо фиксируясь на Сухая, фамилия Су, на губах Сухая появилась тень понимания, фамилия Су, это не стоит упоминания, вся федерация, их бесчисленное множество с такой фамилией, Но здесь, в колледже Чжанчжинь, чтобы подчеркнуть свою фамилию как Су и иметь такой агрессивный подход к нему, есть только один тип человека, семья Су из федерации, бум, ужасающая энергия вырвалась наружу, Супразревший сделал свой ход, нет никакого притворства или глупости, подтвердив личность Сухая и сообщив свою собственную, Сумин Сюэй без колебаний атаковал Сухая, как только он атаковал, это было с его самой сильной техникой происхождения, Иллюзия гороскопа, вжух, Сухая был втянут в иллюзию, чистая голубая вода с зелеными холмами, голубое небо затянули белые облака, это, Сухая, который только что пришел в себя, услышал громкие шаги, это было так громко, что даже глухой мог услышать, Сухая поднял голову и увидел огромного мамонта, пытавшегося наступить на него, всего один шаг, и весь холм сравнялся с землей, даже находясь в иллюзии, Сухая не осмеливался расслабиться, вжух, Сухая внезапно покинул свое место, то, что было раньше, было мгновенно разрушено этой огромной ногой, Сухая усмехнулся, семья Су когда-то была семьей номер один в федерации, и их сила была даже выше семьи Тянь, в сочетании с силой Су Тиньчен, сказать, что семье Су было суждено стать звездой будущего, ничего не сказать, глава 595, глава 595, техника цветочной иллюзии, это территория супразревшего, это поле диких зверей, любой зверь, которого создает Суминси, достаточно силен, чтобы подавить Сухая, это могучая сила супразревшей, он мог легко создавать иллюзии одним движением руки, объедините это с его выдающимся талантом способности типа иллюзии, подвиг Суминси в этой области абсолютно не то, что Сухая может сравнить, с другой стороны, Сухая не видел никаких изъянов в иллюзии Суминси, Сухая не мог избавиться от иллюзии, бах, в иллюзии раздался резкий звук, Сухая усмехнулся, разбить его, эта мысль никогда не приходила ему в голову, он имеет только одно, что он должен делать, он должен пробиться силой, Вжух, Сухая подозвал к себе меч Синхи, разрушитель темной стороны луны, выжи-жи-жи-жи, появилась пьянящая, багровая сцена, это ошеломило бы любого, кто соприкоснется с ним, однако глаза Су были ясными, как всегда, разрушитель, темная сторона луны, темная луна в форме полумесяца появилась из темноты, ее целью является никто иной, как Суминси, который контролирует всю эту иллюзию, Послышался громкий рев, несколько гигантских зверей приближались огромными шагами, Суминси немедленно решил не сопротивляться и напал на Сухая, огромные звери наступали на Сухая огромными лапами, они были похожи на астероиды, пытающиеся раздавить его, если они наступят на Сухая, он наверняка умрет, Однако, несмотря на то, что Сухоа находится в кризисе, выражение его лица не изменилось. Сухоа знал, что это все иллюзия, созданная Супразревшим. Если он будет убит, все естественно подойдет к концу. Они оба боролись со временем. Тот, кто на 0.001 секунды быстрее, будет победителем. Бум. Темная луна. Гигантские звери. Время бесконечно сократилось. Окружающие студенты были уже ошеломлены аурой, исходящей от этой битвы. Уровень этой борьбы это не то, с чем они могли бы вмешаться вообще. Что их ошеломило, так это насколько глубока ненависть между этими двумя. С тем, как это обострилось, это не закончится, пока один из них не умрет. Только те, кто знаком с нынешним положением семьи Су, могут знать, какой ущерб Су Тиньчен нанес семье Су. Нынешняя семья Су неплоха, но по сравнению с их предыдущими славными днями они просто борются, находясь на пороге смерти. Эта ненависть, вероятно, никогда не исчезнет. Несколько студентов с лучшим зрением могли смутно видеть сцену в иллюзии и побледнели от полумесяца и огромного фута с неба. Только используя всю свою энергию, они смогли стать свидетелями этих нападений. Темная луна, гигантские звери, жизнь и смерть решатся в мгновение ока. Будь это Су прозревшая или Сухая, нет тени страха в их глазах, когда они смотрели друг на друга с сильным убийством. Время, казалось, замерло в этот момент. Эта огромная нога была всего в нескольких сантиметрах от Сухая. В то же время, полумесяц почти коснулся кожи Су прозревшего. Сухая, который был глубоко погружен в эту битву с Су прозревшим, вдруг почувствовал боль в затылке и потерял сознание. Я проиграл? Сбитый с толку, Сухая не мог в это поверить, потому что, основываясь на вычислениях, сделанных его тысячами компьютеров, он был очень уверен, что убьет Су Минсю и первым. Если это так, как он мог вдруг проиграть, кто-то вмешался, эта мысль пришла ему в голову, однако он тут же подумал, что это невозможно. Они оба были сильными, как могли другие студенты вмешаться. Умереть под вражеской иллюзией это, по крайней мере, смертельная рана. Сухая горько улыбнулся. Когда он открыл глаза, то был немного шокирован, осматривая свое тело с недоверием. Это. Я действительно в порядке? Сухая посмотрел на свое здоровое тело. Супрозревший пощадил его? Когда он поднял голову, Сухая увидел неуклюжие выражения супрозревшего. На этот раз на 2D-карте рядом с ними мигала огромная красная точка. Это был такой ослепительный свет. Этот уровень. Домен эспер. Сухая быстро повернул голову, и действительно, позади них мужчина средних лет в простой повседневной одежде наблюдал за ними с большим интересом. Вы вдвоем достаточно повеселились, верно? Бум. Сухая был потрясен. Барабанные перепонки звенели. То убийственное намерение, которое он выразил, исчезло в одной этой фразе. Этот человек. Его сила ужасает. Теперь это настоящий домен эспер. Сухая воскликнул в восхищении. Учитель. Послышалось несколько удивленных восклицаний. Группа студентов восторженно смотрела на учителя. Никогда не было момента до этого, когда они жаждали его прибытия. Если бы это было секундой позже, нет, полсекунды спустя, сегодняшний инцидент, скорее всего, обострился бы до такой степени, что школе пришлось бы вмешаться. Кроме того, для сухая и супразревшего бороться здесь. Кто может гарантировать, что никто не пострадает? Это слишком опасно. Хорошо. Учитель улыбнулся, с любовью глядя на учеников. Вы, сопляки, умеете только создавать проблемы. Вжух. Мгновенно окружающих обстоятельства изменились. На заднем плане чувствовалась бесконечная энергия. Обстановка в классе сильно изменилась. Классная комната, изодранная в клочья после предыдущей битвы, в мгновение ока пришла в норму. Теперь класс выглядел так же, как и раньше. Достойный быть эспером домена, воскликнул сухая в своем сердце. Уничтожить вещи легко, но даже сухая не сможет достичь навыка, необходимого для восстановления окружающей среды. Обернувшись, Суминсюй все еще сохранял растерянный вид. Похоже, недавний шаг учителя произвел на него сильное впечатление. Вам двоим нельзя драться в классе. Учитель свирепо уставился на сухая и суминсюй. Если я узнаю, что вы снова напали друг на друга здесь, я немедленно отменю вашу квалификацию для окончательной оценки. Хорошо, супразревший наконец-то отреагировал и ответил мягким тоном. Сухая пожал плечами. В любом случае, его это не волновало. Для него не имело значения, подходит он для оценки или нет. Однако, чтобы показать уважение к старшему поколению, он все же почтительно сказал «да». Аэх, учитель беспомощно покачал головой. Очевидно, он знал обстоятельства сухая. Хорошо, пришло время начать занятия. Всем вернуться на свои места. Все ученики сделали, как было велено. Учитель махнул рукой, и в воздухе повисло несколько слов. Основная техника культивирования иллюзий – джоуру. Джоуру. Сухая знал, что эти слова были написаны для него. Во всем классе только он не знал имени этого учителя. Джоуру имя учителя звучало очень элегантно. Сухая сел без каких-либо беспокойства. В этот момент он, казалось, вернулся в свои школьные времена. В то время его повседневная жизнь была такой – кропотливая тренировка в течение всего дня, посещение класса, слушание учителей, наличие классного руководителя, который заботится о нем, и этой прекрасной лолиты Янцзян. Время шло быстрее, чем он ожидал. В этот момент Сухая, казалось, впал в оцепенение. В то же время каждый студент, занявший свое место, начал видеть всевозможные иллюзии. Независимо от того, насколько силен Сухая, он все еще новичок в этом аспекте. Джоуру увидел положение всех своими глазами и покачал головой. Тест на иллюзию сердца – это способ измерить, есть ли у вас талант к иллюзиям или нет. Чем сильнее талант, тем сильнее сопротивление его сердца. Как только все сели, испытание началось. Сначала он думал, что у Сухая не будет проблем с этим тестом. Однако он не ожидал, что у Сухая не будет таланта в этой области. Такой позор. Джоуру сожалел. «Возьми себя в руки!» Джоуру издал крик, который потряс умы всех. «Бум!» Рев эхом отозвался в сознании каждого. Сухая мгновенно проснулся и понял, что произошло. Он всегда считал, что у него крепкое сердце, но не ожидал, что его отвлекут, как только он сядет. Супразревший сидел на его правой стороне недалеко. Не успев даже развернуться, он чувствовал, что супразревший смотрит на него. Хорошо, Джоуру кивнул. «У всех неплохие результаты. По меньшей мере пять студентов не пострадали. Похоже, тяжелая работа все это время окупается. Поскольку сегодня к нам присоединяется новый ученик, наш сегодняшний урок будет самым основным. Основным из иллюзий. Голос Джоуру был очень спокоен, сухо посерьезнел. В конце концов, есть вещи, которые нельзя узнать из данных или учебников. Основа иллюзий. Самая основная форма постепенно развернулась из рук Джоуру. Всевозможные иллюзии возникали одна за другой, и самая простая из них, как изготовить цветок из рук. В конце концов, это всего лишь класс для начинающих. Некоторые вещи выглядели простыми, но они являются основой, необходимой для продвижения на более высокий уровень. Как создать цветок? Из того, что сказал Джоуру, направляя энергию, основанную на том, чему учит в классе, и думая о цветке, будет создан цветок. Любой мог это сделать, но каким будет конечный результат? Вот в чем суть оценки. Дай мне попробовать, толстый тигр захромал вперед. Сжав правый кулак, магическая энергия медленно развернулась, и в его руки внезапно расцвел цветок. Джоуру взглянул на него и записал счет, моделирование, 72%, уточнение, 30%, путаница, 30%, я прошел. Толстый тигр выглядел удовлетворенным. В этот момент Суха, как правило, понимал это. Степень моделирования как настоящий цветок по сравнению с реальной жизнью. Глава 596. Глава 596 Вундеркинд. Меня глаза сухо осузились. Слова Су Прозревшего казалось хорошо, но он был полон злого умысла. Поскольку он только что присоединился к классу, ничего страшного, если он не участвовал в оценке. Однако теперь у него осталось два варианта, так как Су Минсю и намеренно сказал, что либо пусть Су идет первым, либо он проходит оценку прямо сейчас. Другими словами, он не мог отказаться. Двуличный. Однако, до этого, почему бы не Су Прозревшему попробовать сначала? Конечно, Су Прозревший ответил без всяких колебаний. Хорошо, если вы согласны. Джоуру нахмурил брови. В последнее время он не может смотреть на конфронтацию между студентами, но поскольку обе стороны согласились, ему не нужно было вмешиваться. Минсю и, ты пойдешь первым. Хорошо, Су Прозревший кивнул. Вжух. В его руке появился комок белого света. Затем Су Прозревший медленно раскрыл ладонь. В его руке медленно расцвел ослепительный пурпурный цветок. Это было так красиво, что на лице Джоуру отразился шок. Этот уровень. Скоро он достигнет среднего класса. Моделирование. 85%. Уточнение. 50%. Путаница. 50%. Джоуру сказал результат низким тоном. У всех затрепетало сердце. 85%. Это уже приближается к истинной имитации. 72% жирного тигра уже были достаточно близки к реальности, но Шу Минсю и на самом деле на 13% выше. К тому же это был только один из элементов. С этой 50% путаницы жирный тигр был мгновенно убит. В сочетании с 50% изысканности, Су Минсю и заслужил быть первым. Здорово. Джоуру удовлетворенно кивнул. Продолжай в таком же темпе. Скоро вы сможете присоединиться к промежуточному классу. Ученики в классе были ошеломлены. Средний класс. Некоторые из них уже поступили в течение года и не могли поступить в средний класс. Что касается супразревшего, он только был здесь в течение полугода. Но теперь он уже обладает квалификацией для того, чтобы поступить в средний класс. Что это за талант? Просто, когда все еще был в шоке, супразревший повернулся и сказал Сухаа, теперь твоя очередь. Без сомнения, они оба противостояли друг другу с помощью других средств. Супразревший изучает иллюзии в течение долгого времени, в то время как Сухаа присоединился только сегодня. Класс хотел знать не то, насколько хороша иллюзия Сухаа, а может ли он конденсировать иллюзию цветка или нет. Сухаа, не надо на меня давить, Джоуру утешил, ты только что присоединился к классу в первый раз. До тех пор, пока вы можете создать цветочную иллюзию, даже если она составляет 0% в степени реализма, она все равно прекрасна. Ага, Сухаа кивнул. Сухаа понимал, что означает степень реализма. Увидев оценки многих студентов, когда симуляция меньше 50%, каждый сможет увидеть, что иллюзия является очевидной подделкой. Но что 0%? Сухаа прикинул, что это всего лишь тень. С тех пор, как он осмелился встать, он никогда не позволит себе быть слабее обычных студентов. Дай мне попробовать, Сухаа проигнорировал провокацию супразревшего и других. Вместо этого он сделал шаг вперед. Глядя на студентов вокруг, он успокоил свое сердце и медленно раскрыл ладонь. В ладони, ничего не было видно. Все невольно затаили дыхание. Десятка самых жестоких мужчин? Очень сильный? Ну и что? Это отдел иллюзий. Пытаюсь быть высокомерным перед ним никогда не подойдет. Особенно, как Сэн Су Тинь Чен Су прозревший ненавидел его еще больше. Всем не помочь. Ничего. По-прежнему ничего. Конечно, создать иллюзию цветка не так-то просто. Из множества присутствующих лишь немногие могли создать иллюзию в первый же день. Большинству это удавалось только на второй или третий день. Тем не менее, в то время оценка была бы только 10% или меньше. Однако это отражало влияние на талант. Это означало, что талант Сухаа в иллюзии невысок. Его ладонь теперь полностью открыта. Сухаа все еще закрывал глаза, но его ладонь была пусто. Студенты не могли удержаться от смеха. Если бы это был любой другой студент, они, естественно, ничего бы не почувствовали. Но Сухаа один из 10 самых жестоких мужчин. Обычно он очень высокомерен, но сейчас, глядя на то, как хорошо его план развернулся, Сумин Сю не смог удержаться и добавил масла в огонь. Однако лицо Джоуру вдруг слегка дрогнуло. Тут же появился белый свет, образовав небольшую белую траву. Выжи-жи-жи-жи-жи-жи. Послышался чистый, четкий звук. Белый свет постепенно сгустился и появился в руке Сухаа. В конце концов она превратилась в волшебный многослойный цветок, от которого захватывало дух, как от белой розы. Что было еще более шокирующим, так это то, что с тем, насколько сложен этот цветок, он все еще излучал ауру простоты. Нет и следа замешательства, это, как это возможно. Лицо Джоуру сильно изменилось. Без какой-либо путаницы, это означает, что не пугайтесь. Теперь это самая опасная и страшная иллюзия. В отличие от маршрута путаницы, Джоуру больше согласился на этот простой ориентированный маршрут, и это наглядный пример. Его взгляд скользнул по цветку. Когда данные были проанализированы, Джоуру не мог не удивиться. Такой результат поразительно особенный. Неужели все так плохо? Сухо не мог не спросить. Окружающие студенты наконец отвели глаза от цветка. Очевидно, они не чувствовали никакого намека на замешательство, но это почему-то давало им странное и особое чувство. Как будто этого цветка здесь быть не должно. Хотя цветок имеет много слоев, что делает его более красивым, когда смотришь на его внешний вид, он кажется слишком обычным. Обычный. Нет никакой разницы по сравнению с цветами на улице. По сравнению с тем, что создал Суминсю, и расстояние между ними больше 100 тысяч миль. Такой уродливый. Это была мысль одного студента. Он, казалось, не замечал все более уродливый вид супрозревшего и изумления на лице Джоуру. Моделирование. 100%. Уточнение. 100%. Путаница. 0%. Тон Джоуру был несколько странным, когда он прочитал результат. В классе поднялся шум, ученики подумали, что ослышались. Что они только что услышали. Степенью моделирования. 100%. Как это возможно? Абсолютно невозможно. Тот студент, который прокомментировал, как уродливо он выглядел, встал. Учитель. Такой результат, как это может быть 100% симуляцией. Слишком далеко от антич прозревшей это. Это просто случайный цветок с обочины. Он из тех, которыми никто не станет восхищаться. Почему это может быть 100% симуляция? Джоуру вздохнул. Вы все еще не проницательны. Да, этот цветок некрасив. Как вы сказали, это обычное дело. Но из-за этого факта он достигает 100% моделирования. Как ты и сказал, если положить его среди настоящих цветов, никто не заметит. И все из-за того, что это так обыкновенно. Не забывая о сути иллюзий. Все были ошеломлены. Да, обычный. Значит, обыденность оказалась правдой иллюзий. Какова природа иллюзии? Скрытый и скрытый. Чтобы завершить иллюзию, нужно ввести в нее врага. В этом случае, не будет ли эта задача легко выполнена? Поэтому, не зная, когда именно они пошли по этому пути. Когда они снова посмотрели на цветок сухая, глаза всех уже изменились. Простота. Вот что такое действительно впечатляющая иллюзия. Все посмотрели на Су Прозревшего. Его лицо было таким уродливым, что они кое-что поняли. Неудивительно, что Су Прозревший молчал все это время. Оказалось, что он уже знал, что происходит. Очевидно, Су Ха действовал гораздо хуже, чем Су Мин Суи. После всего, путаницы Су Прозревшего более чем достаточно, чтобы победить Су Ха. Однако следует помнить, что Су Ха впервые столкнулся с иллюзиями. Впервые он узнал об иллюзиях, его степень имитации легко превзошел Су Прозревший. Что это за логика? Если Су Ха будет учиться здесь еще какое-то время, неудивительно, что у Су Прозревшего исказилось лицо. Однако, хотя достижение Су Ха ошеломляет, здесь тоже есть проблема. Что же касается его утонченности, то об этом и говорить нечего. Создавая цветок, который имеет много слоев, позволяет ему быть оценен в 100%. Но почему в обаянии 0%? Обаяние это бонус от таланта к иллюзиям. Если ваша степень симуляции недостаточно сильна или когда сердце врага все еще сильно, путаница будет играть здесь роль. Но в случае Су Ха, очарование его иллюзии 0%, 0%, это то, чего они никогда не слышали раньше. Достижение Су Ха в этих трех факторах слишком экстремально. 2 100% и 1 0% есть ли что-то более странное, чем это, это. Джоу Ру не знал, как это правильно оценить. Вундеркинд? Джоу Ру произнес это слово в растерянности. Су Ха с готовностью согласился. На самом деле эта оценка его не интересовала. Проходной балл иллюзии несложно. До тех пор, пока вы способны овладеть способом выполнения иллюзии, вы сможете использовать базовую. Что касается формы, реализм, утонченность, у Су Ха в теле была идеальная модель. Пока он следовал модели, разве не похож? С помощью компьютеров в его модельном мире выполнить этот шаг так же просто, как 2 2. Глава 597 Глава 597 Диэлектрик 0 талантов. Сухо-горько улыбнулся. Основа иллюзии это просто введение. Без какого-либо таланта это все еще можно сделать. Пока у вас есть энергия в вашем теле, вы сможете достичь этого подвига. Однако, если вы хотите прогрессировать дальше, нужен талант, чтобы помочь вам. Нулевой талант означает, что модельный анализ не играет никакой роли в поле иллюзии. Кажется, я слишком много думал, сухо вздохнул. В конце концов, путаница возможна только при наличии подходящего таланта. До тех пор, пока человек создает иллюзию, большинство талантов добавит к ней хотя бы некоторую путаницу. Это путаница та, что большинство техник иллюзии используют во время битвы. Если путаница описывается как электрический ток, то талант будет действовать как провод. По крайней мере, другие таланты были бы на уровне проводимости воды или чего-то подобного, даже если они не на уровне медной или железной проволоки. Даже самый распространенный талант можно назвать воздухом. При определенных обстоятельствах они все еще могли проводить электричество. Нужно просто найти способ стимулировать его. Однако, к сожалению, анализ модели сухо является идеальным изолятором. Другими словами, сухо не подходит для отдела иллюзий. Следует отметить, что, когда другие студенты выбирают отдел иллюзий, необходимо пройти тест. Только когда их талант квалифицирован или они соответствуют, их применение преуспеет. Те, у кого есть обычные таланты, которые все еще хотят изучать иллюзии, в конечном итоге присоединятся к другому отделу. Что касается кого-то вроде Сухо, который является полным изолятором, чтобы присоединиться к отделу для удовольствия, в основном нет никого, как он. Даже учитель Джоуру чувствовал себя неловко. Без какого-либо таланта это все еще хорошо на начальной стадии, но как они будут культивировать, когда достигнут продвинутой стадии? После занятий Джоуру специально вызвал Сухоа к себе в кабинет. Что касается таланта Сухоа создавать иллюзии, он счел необходимым напомнить об этом. Ваш талант. Нуль, Сухоа пожал плечами. Прежде чем Джоуру закончил фразу, Сухоа уже произнес ее. Вы знали? Джоуру был ошеломлен. Как я мог не знать. Сухоа горько улыбнулся. Я никогда не думал, что у меня есть талант к иллюзии. Даже посредственного таланта было бы достаточно, чтобы тренироваться нормально. Я никогда не думал, что мой талант полностью исключителен. Тогда что ты собираешься делать дальше? Тихо сказал Джоуру. Я попробую и посмотрю. Сухо задумался, прежде чем сказал. В конце концов, я здесь, чтобы учиться. Я не могу так просто сдаться. Я придумаю другой способ. Если это не сработает, я могу только сдаться. Конечно, у Сухоа была причина, о которой он не упоминал. Это голубая бабочка мечты. Его тело, которое слабо впитало энергию иллюзии, единственный шанс для бабочки голубой мечты, чтобы воскреснуть. Если он уйдет, она может быть убита этим чертовым цветочным бутоном. Как он мог сдаться? Хорошо. Джоуру немного подумал, прежде чем вытащить из ящика блокнот и передать его Сухоа. Это некоторые учебные материалы для иллюзий, которые я записал. Вы можете проверить их. Не знаю, поможет ли это тебе. Если это действительно невозможно, вам лучше уйти как можно быстрее, или ваш прогресс будет отложен. Большое спасибо. Учитель Сухоа был очень благодарен. По сравнению с теми, в штаб-квартире, вот пример того, как настоящий учитель должен был действовать. Получив блокнот, Сухоа вернулся. Джоуру с сожалением посмотрел на уходящую фигуру Сухоа. Нет никаких сомнений в том, что талант Сухоа силен. К сожалению, он бесполезен в области иллюзий. Надеюсь, этот ребенок скоро это поймет, пробормотал Джоуру себе под нос. Первый урок Сухоа закончился вот так. Иметь нулевой талант в чем-то душераздирающе, но Сухоа уже был готов к этому с самого начала. Не потому ли Сухоа переключил свое внимание с духовного таланта, что у него в этом не было никакого таланта. Единственное преимущество иллюзии – ее универсальность и основа. Основная иллюзия нетрудна. После изучения этой техники цветочной иллюзии начали появляться следующие уроки, которые охватывают различные основные иллюзии, и выступление Сухоа было таким же ошеломляющим, как и всегда. Когда уточнение 100%, реализм 100%, что касается путаницы, то она осталась на 0%, как всегда. В это время ученики 8го-класса наконец заметили проблему. Этот человек перед ними, который настолько силен, что напугал всех, буквально имел нулевой талант в иллюзиях. Его реализм совершенен, и это хорошо. Но во многих случаях реализм хорош только на начальном этапе. Даже если иллюзия выглядит реальной, что с того. Не похоже, что кто-то будет беспокоиться об этом. Противник будет смотреть на цветок перед ними? В этот момент сила замешательства достигнет своего пика. Когда замешательство достигает более 30%, разум врага подсознательно притягивается к иллюзии, даже если он обычно ненавидит эту вещь. Когда эта иллюзия появится, он будет очарован. В этом и заключается роль путаницы. Продвинутые иллюзии обычно зависят от степени реализма и помощи путаницы, чтобы полностью сформировать действительно мощную иллюзию. Когда один талант равен нулю, это означает, что вы не можете идти по пути иллюзий. В настоящем бою, при внезапном появлении иллюзии без помощи путаницы, даже дурак сможет распознать в ней подделку. Таким образом, хотя никто не осмеливался ничего сказать Сухао, то, как они смотрели на Сухао, было полно презрения. Что касается Суминсуэя, который ненавидел Сухао, нет нужды говорить. Сухао это не волновало. У него не было времени. Поскольку Сухао не мог совершенствоваться в замешательстве, он мог начать только с других аспектов. Таким образом, в эти дни он тратил все свое время на вычисления и анализ, применение психологии, расчет визуальных различий. Сухао загрузил каждую книгу в библиотеке, связанную с этими темами, чтобы провести различный анализ, замешательство. Талант иллюзиониста, может ли кто-то действительно создать идеальную иллюзию, используя эти две вещи, будь то человек или другое живое существо, все они организмы с восприятием. Когда человек что-то видит, иногда возникает визуальная разница. Под влиянием разума мы можем увидеть некоторые странные вещи, иллюзия, или что-то еще. Когда психология и визуальные различия объединены вместе, возможно, некоторые эффекты могут быть достигнуты. Через месяц, Сухао безумно погрузился в исследование, но когда вышел окончательный результат, он не знал, смеяться ему или плакать. Путаница 1%. Вот именно. Ему стало лучше. Но здесь он остановился. Он слишком слаб. Сухао беспомощно покачал головой. Он прочитал тетрадь, которую дал учитель, но это только поможет сделать фундамент Сухао более прочным. Когда у человека больше опыта, созданная иллюзия будет более реалистичной и полезной. Что касается реального существенного прогресса, то его буквально нет. В конце концов, нет никакого учебника о том, как получить талант. Единственное, что заставило Сухао чувствовать себя лучше, это знать, что бабочка мечты должна хорошо восстанавливаться. Энергия иллюзии, поглощенная его рукой, также увеличивалась. Судя по скорости, он полагал, что ей не потребуется много времени, чтобы проснуться. Эта мысль действительно подняла ему настроение. И в этот период времени Сухао пытался скопировать некоторые карты иллюзий. Фактически, в самом начале у него уже была эта цель. Только когда у него будет больше оснований и знаний, он сможет завершить свой собственный анализ, что позволит ему плыть дальше по пути таланта. Раньше он бросал вызов другим, как сумасшедший, чтобы получить больше методов культивирования. Однако то, что сделало его подавленным, было связано с тем, что все здесь изучают иллюзии, их умственная сила велика. Сильный ментальный щит изначально предназначен для того, чтобы предотвратить попадание в определенную иллюзию. Но для Сухао колебания энергии, исходящие от него, были заблокированы. Это означает, что идея создания карты от других с помощью анализа модели ненадежна, если он не бьет всех. Сухао поднял голову и посмотрел на учителя Джоуру, который читал лекцию. В конце концов, он отказался от этой идеи. Он уже пережил шторм в штаб-квартире. Если он продолжит в том же духе и здесь, прежде чем успеет сделать шаг, учитель, вероятно, отправит его в полет. Зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы. Еще один урок закончился. Сухао уничтожил цветы, которые он только что создал. Через месяц все добились больших успехов. Супрозревший был не исключение. Он совершенствовался шаг за шагом. Пройдет еще немного времени, и он уйдет в промежуточный класс. Из всех учеников 8-го класса Сухао единственный, кто не достиг больших успехов. Из-за этого мысля Сухао не могла улучшиться, снова привлекая внимание. В конце концов, прошло довольно много времени с тех пор, как Сухао показал какие-либо многообещающие результаты. Его потенциал исчерпан. Думаю, так и должно быть. В прошлый раз, когда до меня дошли эти слухи, я не поверил. Но теперь, кажется, это правда. Рано или поздно его настигнут другие. Тише, тише. Все горячо обсуждали эту тему. Однако они никогда бы не узнали, что все эти шепоты могут быть ясно услышаны Сухао при модельном анализе. Опять эти слухи, Сухао покачал головой. Можно убить нескольких, но убить всех будет невозможно. В конце концов, эти маленькие сплетни не имели никакого влияния на Сухао. По сравнению со временем в штаб-квартире, дни здесь намного лучше. Этот месяц можно считать самым безопасным месяцем, который Сухао когда-либо проживал с момента поступления в колледж Джанчжинь. Благодаря ежедневной практике улучшенной версии ковки тела, его методы культивирования медленно улучшаются. Тем не менее, Сухао уделяет больше внимания своему таланту прямо сейчас, хотя далеко он не продвинулся. Глава 598 Глава 598 Противостояние технике иллюзии После последней битвы ты все время прятался в классе, Су прозревший холодно сказал. После последней битвы он не ожидал, что Сухао полностью проигнорирует его. Был ли он в классе или в своей спальне, у Су Минсю и не было шанса сделать шаг. Сухао тренировался все это время. Когда Су Минсю и несколько раз пытался напасть на Сухао, его вернули к реальности после того, как он понял, где они сейчас. Это его очень расстроило. Ну и что, без колебаний ответил Сухао. Ты смеешь бороться против меня? Су прозревший глумился. Сухао был слишком ленив, чтобы даже поднять веки. О, ты так боишься, что не осмеливаешься сразиться со мной в этой битве иллюзий. Су Минсю и неожиданно улыбнулся странной улыбкой. В конце концов, разборки в иллюзии включены в оценку школы. Ты осмелишься присоединиться или нет? Конечно, ты просто приезжий студент. Ты можешь и не участвовать. Почему бы тебе не подумать об этом? Все нормально, если ты боишься. Су прозревший язвил, как будто бы он пытался вывести Сухао на эмоции. То, что он никогда не представлял, было в это время Сухао на самом деле посмотрел вниз с выражением, которое казалось, что он действительно рассматривает предложение Су Минсю и глаза Су прозревшего невольно расширились. Подождите. Этот сопляк действительно думает об этом? Молодежь в наши дни, кто из них не высокомерен? Из-за их мощи, из-за их будущего, у каждого есть свое высокомерие. Тем более, что в такой ситуации получить пощечину прямо в лицо это то, чего никто не смог бы вынести. Если бы это был кто-то другой, он бы уже очень разозлился. Даже зная, что он слабее, он все равно будет бороться за свою жизнь. Не забывайте, что репутация Сухао очень велика. В конце концов, не так уж много первокурсников с такой силой. Если он откажется сражаться, влияние на его имя будет немалым. В конце концов, это была всего лишь иллюзорная битва, а не смертельный поединок. Если он даже не осмелится сражаться в такой битве, слух об истощении потенциала Сухао распространится как лесной пожар. Многие зрители просто ждали, чтобы унизить Сухао еще больше. Однако, супрозревший никогда не думал, что Сухао действительно рассмотреть этот вариант. На самом деле, Сухао действительно обдумывал это. Однако, вместо того, чтобы думать о своей славе, он думал о значении этого вопроса. Обладая такой силой, Сухао был уже невосприимчив к так называемой славе. По сравнению с теми студентами на факультете иллюзий, Сухао испытал больше переживаний. Вскрытие в иллюзии пробормотал Сухао. Он слышал об этом раньше. В старших классах это было частью промежуточного экзамена. За исключением колледжа Чжанчжинь, теперь это считается практическим тестом. Во время демонстрации иллюзии один ученик будет выбран для борьбы с другим, в то время как учителя дают соответствующий балл каждому ученику. Кроме того, этот тест является также возможностью супрозревшего войти в промежуточный класс. Что касается цели, Сухао даже не пришлось гадать. Единственное, о чем думает Сухао, стоит ли оно того. Он определенно провалит этот экзамен. Из-за близкого к нулю балла в замешательстве его иллюзия в основном ничего не делала против мастера иллюзий. В конце концов, это отдел иллюзий. Он не может вынуть меч, чтобы убить всех учеников. Чтобы одержать окончательную победу, он использует иллюзии, чтобы победить своих противников. Таким образом, этот экзамен, на первый взгляд, ничего для него не значит. Однако в глазах Сухао вспыхнул другой мотив. Прикоснувшись к татуировке бабочки на руке, он не знал, сколько времени понадобится ей, чтобы проснуться. Это слишком медленно, чтобы рассчитывать на энергетический потенциал иллюзии. Но если бы была иллюзия платформы, результат был бы совершенно другим. Глаза Сухао загорелись. Мало того, с иллюзией вскрытия в качестве прикрытия, это позволяет ему использовать свой анализ модели незаметно. Возможно, барьер, который был неразрешим все это время, будет решен с помощью этих людей. Сухао поднял голову и посмотрел в глаза Су Прозревшего с более дружелюбным взглядом. Что ж, посмотрим. В конце концов, это все еще член семьи Су. Когда состоится демонстрация иллюзий, через три дня. Тогда увидимся во время разборки. Сухао рассмеялся. Су Прозревший посмотрел на него в некотором замешательстве. Его лицо мгновенно покраснело. Его снова обманули. Этот чертов Сухао. Три дня спустя, в отделе иллюзий. В отделе было полно народу. В конце концов, это был иллюзорный разбор начальных классов. Это соревнование будет шансом проверить силу каждого, так как каждый студент покажет свою истинную силу перед публикой. Затем, исходя из параметров, установленных на машине, школа даст окончательный результат. Каждый класс втайне конкурировал друг с другом. Одни нервничали, другие ревновали, третьи были возбуждены. Эти люди везде были гениями. Как и Байфен, они были блестящими профессиональными эсперами, но здесь они всего лишь обычные студенты. Каждый класс в школе будет иметь соответствующий ранг. Итоговая оценка будет дана классу на основе средних баллов учащихся. Ранее начинающий класс с восемь был на дне, пока суменсии не начал улучшаться в прошлом году. В последние месяцы класс был перенесен на шестое место. Таким образом, каждый раз, когда экзамен проводится, каждый ученик в классе будет взволнован. На этот раз мы можем добраться до пятого места. Я тоже так думаю. Все были вовлечены в эту горячую дискуссию, когда голос внезапно прервал их дискуссию. Вау, разве это не ученик из восьмого класса? Толпа обернулась, и их лица почернили. Начинающий десятый класс. Тот, кто возглавляет эту группу, является лидером класса. Лидер улыбнулся и подошел. Глядя на студентов из класса восемь, он засмеялся в издевательском тоне. Ах, как взволнован, как обычно. Вы все действительно думаете, что ваш класс может улучшиться еще больше. Хе-хе, жирный тигр улыбнулся. Почему нет? Если я правильно угадал, мы заняли шестое место на предыдущем экзамене. А вы все на десятом месте. Такой жалкий ребенок. Возможно, вы можете найти свое существование только с этой точки зрения. Многие ученики из десятого класса хотели броситься вперед, но их лидер остановил их. Затем они свирепо уставились на толстого тигра, как будто не могли больше ждать, чтобы съесть его целиком. Лидер глумился. Правда, вы, ребята, были внизу. Думаешь, Су Минсюй сможет спасти тебя сам? Ах да, я вдруг вспомнил, что Су Прозревший собирается войти в промежуточный класс. В это время вы креветочные солдаты и крабовые генералы. Ученики восьмого класса побледнели. Хорошо, что Су Минсюй стал сильнее. Однако, как отметил лидер, Су Прозревший достаточно силен, чтобы войти в средний класс. Когда это произойдет, они снова окажутся на дне. Такая честь принадлежит Су Прозревшему, а не им. Хэм, ну и что? По крайней мере, вы, ребята, сейчас на самом дне. У тебя есть кто-нибудь, чтобы представлять твой класс? А кто сказал, что нет? Лидер неожиданно странно улыбнулся. Ты действительно думаешь, что на этот раз ты можешь быть первым? Жирный тигр был ошеломлен. Что ты пытаешься сказать? Ха-ха-ха, ты забыл о том жестоком человеке из твоего класса? Надеюсь, вы сможете сохранить шестое место. Ха-ха-ха. Лидер засмеялся и покинул учеников восьмого класса. Су Хаа, они действительно забыли о нем. Один из десяти самых жестоких мужчин. Су Хаа слаб? Нет. Хотя его замешательство близко к нулю, он совершенен в других аспектах. У него тоже прочный фундамент. В глазах посторонних нет абсолютно никаких проблем. Но на этот раз он столкнется со студентами, которые овладеют иллюзией. Независимо от того, насколько это реально, другие мгновенно поймут, что это иллюзия. В то время как оба участника будут использовать иллюзии, чтобы противостоять друг другу, победит только тот, у кого лучший результат путаницы. Существует даже легенда, что техника иллюзии верхнего уровня может заставить человека почувствовать, что прошло очень много времени. Что касается Су Хаа, то ему не хватало всего этого. В каждом классе не так много учащихся. Таким образом, ранжирование класса произойдет очень легко. Например, Су Мин Сюй может в одиночку продвинуть класс от 10 до 6 места. Точно так же, если вы слабы, вы можете легко перетащить свой рейтинг класса обратно на дно. Без сомнения, Су Хаа и есть этот ученик. В этот момент каждый мог вообразить, что Су Хаа занимает последнее место, в результате чего их класс возвращается на 10 место, а ученики 10 класса насмехаются над ними. Их печалило то, что Су Хааа намного превосходит их, что они даже не могут угрожать ему или выпустить пар. При мысли об этом все почувствовали отвращение, как будто проглотили муху. Почему он не пошел в 10 класс? Некоторые вздыхали, думая об этом. Он просто приезжий студент. Почему бы нам не запретить ему участвовать? Кто-то предложил. Толстый тигр покачал головой. Ты думаешь, учитель Джоуру согласится? Все снова вздохнули. Они понимали характер учителя. Он как традиционный учитель с древних времен. Типичный старый, настойчивый человек, который никогда не бросит ни одного ученика, даже Су Хааа. Это было ясно видно по его недавнему поведению. Заставить учителя Джоуру передумать и отказаться от Су Хааа еще труднее, чем попасть на небеса. Значит, мы просто позволим этому продолжаться? Скорее всего, нет. Жирный тигр покачал головой, супрозревший вновь улучшился в последнее время. Он сможет перенести нас еще дальше. Даже если это его последний бой перед выходом в средний класс, он закончит его на высшем уровне. Глава 599. Глава 599. Область иллюзий в центре отдела. Студенты бросились туда. Да, поскольку все больше и больше людей собиралось на площади. Скорее, подходило время экзамена. Все учителя тоже были здесь. Это совсем не выглядело грандиозно. Каждый учитель поднимался на сцену, не затрачивая ни капли энергии. Студенты показали свое восхищение, увидев эту сцену, потому что они поняли, что эти учителя экономят энергию, чтобы подготовиться к входящему экзамену. Именно в это время десятки учителей на сцене двигались равномерно. Вжух. В этот момент по небу пронеслись волны особой энергии иллюзии. Когда они пересеклись в воздухе, образовалась огромная сфера. Это аура домена, образованного десятками доменных эсперов. Это результат интеграции их ауры. Небо выглядело мрачным. На данный момент единственное, что осталось, это огромная сфера. Как будто это единственное, что существует во всем мире. Сейчас эта сцена очаровала всех. Какое великолепное зрелище. Все подняли головы и смотрели на это явление сверкающими глазами. Внезапно огромная сфера взорвалась. Бах. В ушах зазвенел оглушительный взрыв. Огромная сфера, наконец, не могла больше выносить содержащуюся в ней энергию. В этот самый момент он взорвался. Энергетические волны пронеслись вокруг, мгновенно поглотив всех на сцене. Все были шокированы этой сценой. Как это великолепно, когда энергия была сжата до крайности, прежде чем взорваться. Этот громкий удар, казалось, мог расколоть небо и землю. Когда все пришли в себя, они обнаружили это. Мир изменился. На площади отдела иллюзий эти учителя наконец-то прекратили свои действия в напряженной манере. Учителя расплылись в довольной улыбке, увидев, что ученики на площади стоят неподвижно, как скульптуры. Иллюзия начинается прямо сейчас. Область иллюзий, образованная совместными усилиями различных учителей. Место, наполненное различными иллюзиями для студентов. Владение иллюзией. Выживаемость. Умение сражаться. Это все факторы, принятые во внимание для оценки баллов. Это не обычная битва в виртуальной реальности, а битва иллюзий. Единственный фактор, который может изменить ситуацию, это ваше умение использовать иллюзии. В царстве иллюзий Суха ошеломленно поднял глаза. Когда он пришел на площадь и с большим интересом наблюдал, как учителя конденсируют энергию, он размышлял о том, как украсть некоторые техники. Тем не менее, он был внезапно встречен взрывом энергии. Прежде чем ему удалось уклониться, он попал под взрыв. Где это я? Суха огляделся. Он чувствовал, что его одежда не в порядке. Его тело было автоматически заменено на простейшую школьную форму с логотипом отдела иллюзии и беркой, используемой для обозначения начинающего класса 8. Суха, наконец, понял. Это область иллюзий. Поле битвы иллюзии вскрытия. Наблюдая за окружающей средой, он чувствовал себя пустым и заброшенным. Суха чувствовал себя так, словно вернулся в древний мир. Так это область иллюзий. Что это за мир? Суха был начеку. В конце концов, он действительно недооценил силу доменного эспера. Каждый раз, когда он чувствовал, что понимает силу эспера, реальная жизнь доказывала обратное. А теперь. Этот участок земли не домен, а отдельный мир. Если Суха не ошибся в своих догадках, каждый ученик, должно быть, пришел в этот мир. Чтобы привести каждого из них сюда с какими-то мыслями, с такой силой. Даже если это совместные усилия разных учителей, этого подвига достаточно, чтобы удивить Суха. Доминое царство – это все-таки доминое царство. В то время как в его сердце есть след благоговения, Суха внезапно заметил, что узор на его руке вспыхнул на секунду, заставляя этот след благоговения мгновенно исчезнуть. Голубая бабочка мечты? Суха был ошеломлен. Опять эта аура, знакомая аура. Хотя это длилось всего секунду, Суха все же удалось обнаружить его. Внимательно изучая состояние своего тела, Суха не мог сдержать радости. Энергия иллюзии снова возросла. Конечно, он пришел по адресу. В глазах Суха появился намек на улыбку. Кажется, пройдет не так много времени, прежде чем этот ребенок проснется, пока Суха оставался здесь достаточно долго. Хотя мои иллюзии ужасны, жить здесь не должно быть большой проблемой, Суха задумался. Впоследствии он попытался управлять энергией внутри своего тела, которая привела к изменению цвета его лица. Что-то не так. Его энергия исчезла. Анализ моделей. Суха снова попытался использовать энергию своего тела, но ничего не произошло. Внутренняя сила. Никакой реакции. Модельный мир. И снова ничего не произошло. Лицо Суха наконец стало серьезным. Вся сила в его теле исчезла. Впервые в истории все техники и навыки, которыми он овладел, исчезли без следа. Это государство. Суха был потрясен. Так вот как выглядит область иллюзий, это не обычный виртуальный мир. Здесь вся логика, которой учат снаружи, бессмысленно. Будь то методы происхождения или анализ модели, они не будут работать здесь. Если вы хотите победить кого-то, вы можете полагаться только на иллюзии. Сила иллюзий. Первоначально он планировал украсть некоторые карты у других студентов во время этого конкурса и посмотреть, может ли он улучшить свою текущую ситуацию. Но теперь казалось, что это желание. Суха посмотрел на свое тело. Нормальное тело без какой-либо особой силы, только один кусок одежды под его телом. Бах. Суха сжал кулаки. Его физическая сила соответствует реальной жизни. Значит это его единственное преимущество. Когда все остальные будут использовать технику иллюзии для борьбы, он будет единственным человеком, борющимся с грубой силой. Однако, относительно техник иллюзии, конденсировать, Суха пытался создать иллюзию. Из его ладони появился меч. Он выглядел точно так же, как меч Синхе, как он и предсказывал. Глаза Суха загорелись. Это мир иллюзий. Здесь он может свободно трансформировать все, что захочет. Например. В Жуадин одежда на теле Суха изменилась. Безупречная черная одежда покрывала все его тело с головы до ног. Эта одежда основана на одежде из армии Тяньсян, которая используется, чтобы скрыть свою личность. Глядя на меч Синхе в своей руке, Суха заставил его исчезнуть. Это бесполезно. Вот область иллюзии. Без каких-либо методов происхождения, какой смысл иметь этот сломанный меч? Иллюзия. Суха попытался управлять силой иллюзии, и окружающая сцена изменилась. Значит, дело не только в предметах. Можно даже изменить мир, если попытаться сделать это здесь. Итак, вот как работает сущность области иллюзии. Суха погрузился в свои мысли. Он смутно чувствовал, что его понимание иллюзии улучшается. В этот момент откуда-то издалека донесся возбужденный голос. Суха поднял голову и увидел молодого человека, который радостно смотрел на него с расстояния в дюжину метров. Молодой человек словно сорвал куш. Ты меня знаешь? Суха немного растерялся. Насколько он помнил, он никогда раньше не видел этого молодого человека. Ха-ха, конечно, знаю. Мусор восьмого класса. Молодой человек продолжал. Чтобы бороться против вас, я обязательно смогу показать все, чему научился. Мне так повезло. Ах, Суха, наконец, понял. Значит, его пометили. Как вы меня узнали? Суха все еще сомневался. В области иллюзии одежда каждого человека помечена соответствующим образом. Независимо от того, как вы пытаетесь изменить его, ваша аура ясно говорит другим, что вы Суха из восьмого класса. Этот молодой человек был на седьмом небе от счастья. Неужели? Суха подхватил молодого человека с какой-то иллюзорной энергией и получил сообщение. Начинающий десятый класс Ли Юн. Интересно, с большим интересом, сказал Суха. Хе-хе. Ли Юн посмотрел на Суха. Скрытая ухмылка появилась на его лице. Как он и подозревал. Ли Юн, естественно, знал, что из себя представляет Суха и насколько он силен. В конце концов, он один из десяти самых жестоких мужчин. Раньше, после того, как два человека из первой десятки поступали на факультет иллюзий, они в мгновение ока попадали в продвинутый класс. Вот почему Ли Юн все еще колебался. Сообщить Суха об этом было всего лишь проверкой. Когда Ореник попытался рассмотреть его, он смог оценить силу иллюзии Суха. Это слишком слабо. Мощный Суха в реальной жизни просто мусор здесь. Ли Юн не мог не удивиться. Кажется, что бог невинно дал ему огромный пирог, чтобы наслаждаться. Поняв силу Суха, Ли Юн без колебаний атаковал. Такая редкая возможность, он не хотел, чтобы кто-то схватил его добычу. В мгновение ока зыбучие пески появились под ногами Суха. Будучи окруженным быстрым дрейфующим песком, пока Суха полностью покрыт, Суха определенно умрет. В конце концов, он сейчас такой же, как все. Реализм 71% с 30% в замешательстве. Ли Юн был уверен, что Суха затянет в зыбучие пески. Создав иллюзию, он быстро заметил шок в глазах Суха, когда тот в панике отступил. Просто сдохни. Глаза Ли Юна сияли. Домен иллюзий. Пока другие люди верят, что иллюзия реально, она будет работать. Даже если они знают, что это подделка, под влиянием замешательства, они все равно будут затронуты и подсознательно поверят, что это правда. В этом большое преимущество путаницы. Глава 600. Глава 600. Сущность техники иллюзии. Как это возможно? Ли Юн встревожился. С его уровнем замешательства, как он не может сбить с толку Суха. В конце концов, Суха тот, у кого нет таланта в иллюзии. В этой области иллюзии сила Суха не имеет значения. Такой ситуации не должно быть. Невозможно. Ли Юн взревел от ярости. Пока его пальцы двигались, как волна, в небе появился огромный орел с острыми когтями, направляющийся к Суха. Когда он спускался с неба, можно было видеть, насколько силен импульс, который он генерирует сейчас. Вжух. Холодный ветер раскололся пополам. Окружающая аура колебалась, покрывая каждый уголок вокруг Суха. В этот момент он подумал, что похож на покойного императора Сокола. Этот орел имел огромную фигуру, и его аура несравнима. Разве это не похоже на императора Сокола? Это появление действительно вызывает ностальгию. Суха эмоционально вздохнул. Когти гигантского орла подбирались все ближе и ближе к Суха. Острые когти сверкнули холодным светом, отразив Суха. Вжух. Когти прошли сквозь Суха, не причинив вреда. Как он и предсказывал. Суха спокойно улыбнулся. Что касается Ли Юна, он смотрел на эту сцену с недоверием. Его снова проигнорировали. Эту иллюзию снова проигнорировали. Как он не смог запутать Суха. Ты, как это возможно. Ли Юн наконец смог почувствовать жар, обволакивающий его, когда страх начал задерживаться в его сердце. Суха улыбнулся и покачал головой. Сделав огромный шаг вперед, он легко преодолел 100 метров в мгновение ока. Прежде чем Ли Юн успел отреагировать, Суха уже подошел к нему. Это нехорошо. Ли Юн был чрезвычайно шокирован и хотел активировать иллюзию, чтобы создать пространство для его бегства. Однако Суха поднял руку и ударил его. Огромная сила исходила от тела Суха. Это сила. Глаза Ли Юна прояснились. Это иллюзия. В его сердце иллюзия Суха не вызывала никакого замешательства. Невозможно заставить Ли Юна попасться на этот трюк. До тех пор, пока он верит, что это нереально, Суха не сможет причинить ему вред. Однако как раз в этот момент эта мысль пришла ему в голову. Щелк. Ли Юн упал на землю. В сочетании с еще одним ударом прямо в сердце Ли Юн, который все еще напоминал себе, что атака была поддельной, умер мгновенно. Перед смертью Ли Юн, наконец, понял это после получения атаки. Черт побери. Это не иллюзия. Как может нормальный человек иметь такое сильное физическое тело? Разве это не обман? Ли Юн умер. Его фигура постепенно рассеялась и поплыла вместе с ветром. Значит, так оно и есть. Суха был очень взволнован. Сейчас он беспокоился, что ему придется уйти пораньше. Это задержит бабочку мечты от пробуждения. Однако, казалось, что все будет хорошо. Он уже выяснил свойства этой области иллюзий. Да, у него было ноль очков. У него не было возможности убедить своих противников, что его иллюзии реальны, даже если это выглядит реалистично. Однако у него есть своя уникальная особенность, что на 100% реалистично. Независимо от того, какую иллюзию Суха создает, степень реализма будет стопроцентной. Независимо от того, насколько сложно создать иллюзию, Суха может легко ее усовершенствовать. Конечно, замешательство иллюзии, как обычно, будет нулевым. Он не может запутать других, особенно тех, кто находится в поле иллюзии. Пока Суха создает иллюзию, независимо от того, насколько она реальна, они могут сказать, что это подделка с одного взгляда. Но, они могут запутать Суха, сила ли юна неплоха. При сочетании 71% в реализме и 30% в путанице, когда оба фактора играли вместе, эффекта не стоит стыдиться. Однако, с первого взгляда, Суха мог ясно определить иллюзию и бессознательно сравнить иллюзию со своей. Та же иллюзия появится и в сердце Суха. Тогда Суха найдет отличие. Огромная разница. Суха знал, что иллюзия ли юна была фальшивой. Но это 30% путаница заставила Суха подсознательно поверить, что она была реальной. Зыбучие пески были настоящими. Если он не ускользнет, то умрет. В конце концов, это область иллюзий. Высокого уровня замешательства будет достаточно, чтобы заставить поверить в это всем сердцем. Суха тоже не мог различить правду. Только что он чуть не утонул в зыбучих песках. Однако, когда он сравнил это со своей собственной иллюзией, Суха обнаружил проблему. Иллюзия ли юна была мгновенно разрушена. 71% реализма ли юна против 100% Суха. Контраст между двумя иллюзиями. 71% на самом деле довольно близко к реальному, но он все еще бледнеет по сравнению с почти идеальной симуляцией Суха. Это был слишком большой контраст. Заметив разницу, Суха очнулся от замешательства, которое сделало иллюзию ли юна недействительной. Короче говоря, если степень реализма слишком низкая, она должна быть неэффективной против меня, заключил Суха. До тех пор, пока он не встретит ненормального человека с чрезвычайно высоким уровнем реализма или путаницы, эти низкоуровневые иллюзии не должны представлять для него никакой проблемы. Пока Суха размышлял над этим, тело ли юна полностью рассеялось. Однако, что удивило Суха, так это то, что там, где исчезло тело ли юна, остался комок чистой энергии, как светлячок ослепительно сияющий. Что? Суха с любопытством наблюдал за ним. Суха осторожно протянул руку, чтобы схватить его и поймал массу энергии в ладонь. Прежде чем Суха успел среагировать, она потекла в его тело по руке. Бум! Громкий рокот отозвался эхом в его теле. Эта странная энергия взорвалась в сознании Суха и открыла сцену. Эта сцена удивила Суха, потому что была слишком знакомой для него. Однако, вот область иллюзии. В его голове мелькали всевозможные сцены. Суха помнил и хранил все, что видел. Когда Суха вернулся к реальности, он был приятно удивлен. Это оказалось опытом ли юна, когда он тренировал свою иллюзию. Так вот как это работает. Суха был поражен. Неудивительно, что так много людей были очень заинтересованы в этом вскрытии. Неудивительно, что так много людей хотели принять участие в этом иллюзорном разборке. Награды и звания были второстепенными. Самый важный фактор здесь заключается в опыте культиваций. Потому что это поле иллюзии. Когда человек умирает, какой-то фрагмент остается позади. Сущность иллюзии. Хотя это был всего лишь фрагмент, это все еще с трудом заработанный опыт. И они чрезвычайно бесценны для нынешнего Сухаа. С какой целью он пришел сюда. Это чтобы узнать больше об иллюзиях. Это для тренировки его иллюзий. На самом деле, до того, как он пришел сюда, он уже планировал установить карты от других студентов. Однако жизнь всегда полна поворотов. Мощный ментальный барьер каждого заставил его отказаться от этого плана. Но теперь, в этой иллюзорной схватке, он снова удивился. Сущность иллюзии. Сухаа закрыл глаза, чтобы вспомнить. Это касается только начинающих классов. Для высокоуровневых техник иллюзии не так много. Но специализация каждого человека в конце концов различна. Культивирование знания и опыт Ли Юнь, безусловно, благо для Сухаа. Вскоре знания Ли Юна были полностью поглощены. Во-первых, было не так много данных, которые нужно было впитывать. В конце концов, это были лишь крошечные фрагменты его смерти. Однако этот матч изменил образ мыслей Сухаа. Сначала он намеревался остаться подольше, чтобы помочь голубой бабочке мечты. Но теперь у него новая цель. Есть ли что-нибудь веселее, чем убивать других, чтобы получить опыт культивирования? Сухаа слишком долго оставался на уровне профессионала. Даже когда его сила постоянно улучшалась, статический прогресс в его царстве все еще подавлял его. Он никогда не забывал о цели своего прихода в отдел иллюзий. Узнать много нового об иллюзиях. Тогда он использовал бы иллюзию как платформу, чтобы шагнуть в духовный мир. Духовный мир слишком ужасен, что без подходящего таланта его никогда нельзя коснуться. Однако это не то же самое для иллюзий. Поскольку Сухаа здесь, пока это не абсолютное препятствие, он уверен, что сможет преодолеть его. Пока есть проблеск надежды, Сухаа все равно пойдет по этому пути. Для других это один шанс из миллиона. Но для него, пока он выводит идеально и реализуется тщательно, это будет 100%. Это гордость Сухаа. Подсознательно глаза Сухаа вспыхнули от возбуждения. Относительно этой иллюзии он наконец стал серьезным. Царство иллюзий, я иду. Пока его фигура дрейфовала, Сухаа исчез из этого места. На площади отдела иллюзий. Все учителя лениво сидели на стульях. Стол был заполнен всевозможной едой, и некоторые учителя действительно ели. Бесчисленные виртуальные экраны парили в воздухе, показывая сцену, происходящую в области иллюзий, как будто фильм воспроизводился на гигантском экране. Учитель Мо, который отвечал за область иллюзий, наблюдал за этими детьми, и бесчисленные черные линии появились на его лбу. Он знал это. Каждый раз так и получалось. Сколько бы раз он не напоминал им об этом, эти отродья будут ленивы после создания области иллюзий. На самом деле, после того, как будет создана область иллюзии, до тех пор, пока существует непрерывный запас энергии, все будет хорошо. С помощью мощной школьной машины для снабжения энергией, понятно, что учителя отдыхают. Обратите внимание, беспомощно напомнил им учитель. Будьте спокойны. Какие проблемы могут возникнуть? Кто-то рассмеялся над его предупреждением. Да, мы делали это несколько раз в год, и мы никогда не сталкивались с проблемой. Это просто иллюзия. Никаких проблем не возникнет. Другие учителя смеялись. Даже если ты умрешь, на самом деле ты просто спишь. Глава 601. Глава 601. Мобильный джек-пот. Эти сопляки. Учитель беспомощно смотрел на этих учителей. В конце концов, он мог только молчать. После размышлений, в конце концов, он все же вернул свое внимание обратно в область иллюзий. Остальные видели его и не обращали внимания на его поведение. Они уже привыкли к этому за последние годы. Темперамент учителя заставляет его строго следовать правилам и не является тем, что можно легко изменить. Все просто сосредоточились на еде. Были только моменты, когда они бросали быстрый взгляд. Ничего не поделаешь. Как только создается иллюзорный домен, он обычно длится целый день. Кто может быть таким терпеливым? В начале все по-прежнему оставались бы на своих постах, но со временем у них больше нет этого энтузиазма. Оставаться здесь и охранять домен уже достаточно деликатно. Проверка стабильности домена иллюзии. Испытание завершено. Требование 99%. Проходит испытание на прочность. Тест завершен. Домен может длиться еще 48 часов. Учитель молча прочитал эти данные. Стабильность достигнута. Что касается продолжительности, то ее более чем достаточно. Даже другие данные соответствовали этому требованию. Теоретически проблем быть не должно. Но, не зная почему, есть сильное чувство, что что-то не так в сердце учителя. Как будто сегодня возникнут какие-то проблемы. И это чувство он не мог объяснить другим. Это как интуиция? Надеюсь, это только мое воображение. Пробормотал себе под нос учитель. В области иллюзий все виды сражений происходили повсюду. До тех пор, пока два студента встречались вместе, происходила битва. Однако из-за огромной площади области иллюзий некоторые студенты до сих пор не видели другого студента. Они чувствовали только странную иллюзорную ауру. Где-то во владениях толстый тигр осторожно расхаживал вдоль горной стены. Казалось, он не заметил фигуру, тихо притаившуюся позади него. Во взгляде этой фигуры был намек на радость. Жирный тигр из восьмого класса на самом деле оказалось, что это мусор. Это халява моя. Вжух, фигура замерцала. Внезапно появились иллюзорные цепи, и толстый тигр был ошеломлен. Прежде чем ему удалось сбежать, он оказался в ловушке этой цепи иллюзий. Студент, напавший на толстого тигра, воскликнул. Ха-ха, ты мертв, толстый тигр. Бах. Тихий хлопок и зловещий смех мгновенно прекратился. Глаза студента внезапно потускнели. Ему показалось, что он увидел что-то ужасное, а затем рухнул на землю. Неподалеку от него появилась фигура. Это был Сумен Сюей. Хе-хе, босс. Наше сотрудничество неплохо, верно, гордо сказал толстый тигр. Глядя на цепочку на своей руке, которая, казалось, имела более высокую степень реализма, чем его собственная иллюзия, он пытался уничтожить ее всеми способами, но все было тщетно. Босс, это. Вжух. С одной стороны от супразревшего, цепь была разорвана. Хе-хе. В это время на земле фигура ученика исчезла, оставив после себя иллюзию. Супразревший произнес. Босс, иди и поглоти это. Большое спасибо, босс. Толстый тигр выразил свою благодарность. Если бы он был один, как он мог бы победить противника, который близок к тому же уровню, что и он, так легко. Но с боссом здесь все возможно. Сначала он думал, что он здесь как раб. Никогда он не думал, что получит урожай. Приняв эссенцию, жирный тигр быстро ее впитал. Су Минсю и посмотрел на него и сказал. Используй свой талант и определи позицию Суха. Что? Толстый тигр был потрясен. Определить местоположение Суха, может быть, босс хочет. Однако это место область иллюзий. Не только есть личные рейтинги, но есть также рейтинг класса. Если Суха убьют прямо сейчас, у тебя есть мнение? Выражение лица Су Прозревшего о многом говорило. Нет. Толстый тигр торопливо махнул рукой. Су Минсю и холодно фыркнул. Так как в прошлый раз я смогл поднять восьмой класс на вершину, я определенно могу сделать то же самое снова. Что касается Суха. Он бесполезен. Да. Толстый тигр вытер капли пота. Талант активирован. Иллюзорная сцена перед ним внезапно стала немного размытой. Все фигуры исчезли без следа. В глазах толстого тигра не было ничего, кроме странных красных точек. Позвольте мне поискать. Аура Суха, я помню ее с прошлого раза. Здесь, не здесь, я нашел его. Глаза толстого тигра ярко заблестели. Поехали. Су Минсю и схватила толстого тигра и направился к Суха. В области иллюзий происходили всевозможные сражения. За этот короткий период времени многие люди пережили тяжелое противостояние. Что касается тех, кто слаб, у них даже не было шанса убежать и они были устранены. Где-то в области студент, который бродил вокруг, был ошеломлен намеком на ауру. После тщательного наблюдения студент был шокирован. Это аура. Профессиональный эспер первого уровня. Суха, сила была огромной, но в этой области иллюзий реальная сила Суха была слишком слабой. С его уровнем замешательства 0%, он искушал других студентов напасть на него. Я мобильные очки опыта, прийтили убить меня. Одно дело быть не способным причинить вред другим. Что еще более важно, понимание Суха иллюзий и их сложности намного опережает других. Что это значит? Убив Суха, они смогут узнать, как увеличить их реализм и сложность до 100%. Даже если это просто сущность иллюзии, этого будет достаточно, чтобы помочь ему совершенствоваться. Мобильный опыт? Нет, это больше похоже на мобильный джек-пот. Конечно, он здесь впервые студент ухмыльнулся. Для тех, кто испытал это раньше, никто не будет тупо бродить. Особенно с его аурой. Он просто приглашает жнеца смерти к себе. В десятке самых жестоких мужчин он больше похож на дебила. Ученик высмеял Суха и тихо прокрался вокруг него. Идеальная симуляция и сложность. Скоро я их получу. Вжух. Мелькнула фигура студента. Из воздуха в его руки появился кинжал. Бросившись вперед со слепительным светом, он без колебаний ударил Суха. Умри. Плотная иллюзорная аура расцвела. В этот момент Суха, наконец, отреагировал. Резко обернувшись, он посмотрел на внезапно появившийся кинжал и поднял руку, чтобы сопротивляться. Ты надеешься заблокировать это? Студент засмеялся. Что это за шутка? Этот кинжал, даже если это всего лишь иллюзия, иллюзорное оружие, которое он сжимал бесчисленное количество раз. В каком-то смысле это его энергетическое оружие. Сколько раз он пытался ее закалить, заточить. Это похоже на то, что можно заблокировать одной рукой. Кинжал вонзился в ладонь Суха без всякого сопротивления. Ученик не мог не радоваться. Теперь оставь свою сущность иллюзии. Он использовал всю свою силу для удара и был готов завершить последний удар. Однако он был ошеломлен, обнаружив, что его кинжал не может двигаться. Острый кинжал пронзил руку Суха. И. Он застрял. Как он застрял в ладони Суха? Как такое может быть? Ученик запаниковал и попытался вытащить кинжал, но тот был неподвижен, как Гаратай. Черт побери. Студент выругался и почувствовал, что что-то не так. Уже собираясь отступить, он почувствовал, как огромный кулак упал с неба и направился к его собственному животу. Это был удар от Суха. Еще до того, как кулак прибыл, он уже чувствовал бесконечное намерение убить. Студент стиснул зубы. Я не могу убить тебя. Тогда что ты можешь сделать со мной? Это область иллюзий. Сила, сконцентрированная в вашем кулаке, независимо от того, насколько она реальна, в ней нет путаницы. Любой студент, который изучает иллюзию, узнает, что это подделка с одного взгляда. Студент был очень уверен в себе. Без всякой путаницы его не проведешь. Неужели? Неторопливо сказал Суха. В одно мгновение его железный кулак обрушился на тело студента. Один удар. Уверенный взгляд этого студента внезапно стал жестким, когда он посмотрел на Суха в шоке. Затем он посмотрел на свое собственное тело, которое было почти раздроблено Суха. Я действительно запутался в тебе? Нет, дело не в этом. Никакой путаницы. Это твое тело. Твое тело такое сильное? Студент неохотно закрыл глаза. Кто бы мог подумать о физической форме в иллюзорном поединке? Все здесь – профессионалы. Их физическая сила должна быть примерно одинаковой. В лучшем случае, будут лишь небольшие промежутки. Единственное, что здесь имеет значение – это иллюзии. Кто будет беспокоиться о том, насколько сильна ваша физическая подготовка? Даже с полным счетом 400 очков в физической подготовке, он не будет играть большую роль здесь. Несмотря ни на что, он никогда бы не подумал об этом факторе. Кто знал, что есть ненормальный человек, чья сила не от его таланта или энергии происхождения, а от его истинного физического тела? Пятый. Сказал Суха, глядя на исчезающее тело. Поняв истинный смысл этой иллюзии, Суха начал убивать без пощады. Это был лучший шанс для него улучшить свои силы. Как он мог отказаться? Вначале он осторожно приближался к своему противнику, а затем атаковал его с силой. Однако, был один раз, когда он был разоблачен своей цели. Он обнаружил, что подсознательно считал себя здесь охотником. Откуда ему знать, что в глазах других он просто добыча? В конце концов Суха прибегнул к более удобному способу. Просачивая свою ауру, он заманивал сюда врагов. Легко и удобно. Впитывая сущность мертвого ученика, Суха слабо чувствовал, что его понимание иллюзий достигло более глубокого уровня. Мой уровень снова улучшился. Суха втайне был доволен собой. Глава 602. Глава 602. Сила супразревшего. Супразревшего. Конечно, я огонь, который привлекает мотыльков. Суха вздохнул и воскликнул. До тех пор, пока он будет выдавать свою ауру, кто-то будет бросаться к нему. Пятерых предыдущих противников Суха тоже заманили сюда. Однако на этот раз он заманил большую шишку. Супразревший. С боевой силой более 20 очков. Нет, это значение неправильное. В конце концов, они находятся в области иллюзии. Сила, которую Суминсюй может показать здесь, далеко не так проста. Если бы они были в реальном мире, Суха не возражал бы встретиться с ним лицом к лицу, но в этой иллюзорной обстановке. Отступаем. Суха повернулся без колебаний. Это не шутка. Его сила в иллюзиях, перед супразревшим с силой, это смертный приговор. Неужели Суминсюй спровоцировал его на то, чтобы он присоединился к этой иллюзорной разборке из-за своей сущности иллюзии? Сначала он думал, что это все из-за ненависти, которую семья Су должна была нести. Но теперь, когда он знает о сути, Суха наконец понял, какова настоящая цель этого отродья. Его сущность иллюзии. Сто процентов степень реализма. Сто процентов степени сложности. Конечно, я недооценил его, глаза Суха сверкнули холодом. Однако его шаги не прекращались. Куда ты бежишь? Супразревший разбушевался. Бум. Земля и небо содрогнулись. Между небом и землей сгустились облака, и в воздухе начал образовываться песок. Сцена выглядела так, как будто огромный зверь собирался спуститься с неба, полный ужасающего давления. Суха, который только что пробежал менее ста метров, заметил, что окружающие скалы треснули, когда ландшафт изменился. Бесчисленные огромные камни взорвались. На земле образовались гигантские трещины. Путь бегства Суха внезапно превратился в кризис. Каждый его шаг может закончиться тем, что он будет разбит огромными камнями. В то же время он может провалиться в трещины. Нехорошо. Суха был крайне встревожен. Он никогда не смотрел на прочность супразревшего. Только одни иллюзии. Боевая мощь самолета супразревшего – это наверняка не то, с чем он сможет справиться. Однако он не ожидал, что, пока они оба еще в классе новичков, супразревший уже может создать иллюзию такого масштаба. Такой талант изумителен. Я не могу остановиться. Ноги Суха были быстрыми и ловкими. В этот критический момент он не должен останавливаться. Как только он остановится, его схватит Суминсю и Толстый Тигр. Все, что он мог сейчас сделать – это продолжать бежать. Хэм, просто профессиональный эспер первого уровня. Думаешь, я позволю тебе сбежать? Супразревший глумился. Вспыхнул яркий свет. В этой области иллюзии сила супразревшего была максимальной. С этим его поступком атмосфера здесь снова изменилась. Раздался громкий хлопок. Земля и небо содрогнулись. Фигура Суха, который бежал без остановки все это время, остановилась. Перед ним возникла земляная стена высотой в 100 футов. Он стоял, как барьер, который спускался с неба, полностью блокируя его путь к отступлению. Иллюзионная стена – простая, но прочная. Даже если у вас есть энергия, чтобы сэкономить, вам придется потреблять много. Теперь, когда за ваш счет только иллюзии, я хотел бы посмотреть, куда вы идете. След презрения промелькнул в глазах Су Прозревшего. Бум. Суха не колебался ни секунды. Бум. Земляная стена содрогнулась, но все еще была цела и невредима. Нелепый Су Минсю и громко рассмеялся, торопясь догнать Суха, такой жалкий студент, как ты, который не полностью овладел основами, на самом деле планирует прорваться через эту стену иллюзий. Это такая шутка. Однако Суха не утруждал себя словами и продолжал бомбардировать его кулаками. Все его удары приходились на одно и то же место. Бум. Бум. Серия ударов. Лягушка на дне колодца с силой обычного профессионального эспера только после определенного уровня понимания иллюзий может создать силу. Что? Су Прозревший закончил его слова, и его выражение лица изменилось. Бах. Раздался резкий звук. У Су Прозревшего на лице было выражение неверия. Неожиданно в том месте, где Суха ударился о стену иллюзии, образовалась трещина. Затем, когда Суха продолжил свой ритм, трещины распространились повсюду. Трещина, трещина, трещина. Эта тысяча миль барьера была уничтожена крошечным муравьем. Когда Суха уничтожил его, вся стена иллюзии быстро разрушилась с невероятной скоростью. В мгновение ока она исчезла, как будто ее никогда и не было. Бум. Земляная стена рухнула. Как это может быть? Стена иллюзий. Даже в реальном мире общение с другими студентами потребовало бы много времени и энергии. Тем не менее, перед ним Суха жестоко разрушил чрезвычайно прочную стену иллюзии, как будто это было ничто. Это толстый тигр тоже был ошеломлен. Следя за Су Прозревшим в течение длительного времени, он также имел достаточно понимания иллюзии стены. Он не ожидал, что она будет уничтожена так быстро, как такое может быть. Если только, Суха видел сквозь иллюзию Су Прозревшего. Затем, с максимально возможной скоростью, он нашел недостатки в иллюзии и легко сломал иллюзорную стену Су Минсюэй. Однако эта мысль казалась еще более нелепой. Как может мастерство Суха в иллюзии расти так быстро? Не могу поверить. Су Прозревший бросился вперед. Обе его руки двигались в быстром темпе, когда вспыхивали слои яркого света. Ты можешь защищаться от одного, но как насчет двух, трех? Давайте посмотрим, насколько вы сильны. Вжух. Су Прозревший остановил его ноги. Он больше не преследовал его. Вместо этого он снова использовал стену иллюзий. Теперь перед Суха стояла высокая стена. Что касается Суха, то он сделал самое простое движение. Ударил кулаком в стену. Поскольку Су Минсюэй прекратил погоню, Суха мог убежать еще дальше. Как только появилась земляная стена и Суха пришлось ее разрушить, он снова задержался на несколько секунд. В конце концов, сложилось странное равновесие. Один преследовал, а другой сбежал. Альтернативы нет. В это время Су Прозревший, наконец, понял проблему. Проблема, в которую он вообще не смел поверить. Сила Суха никогда не возрастала, как и его мастерство в создании иллюзий. Однако, этот проклятый Суха, то, на что он полагается, оказалось его собственным телом. Этот ответ еще более нелеп. В области иллюзий наше тело будет синхронизировано с реальностью. Как Суха может быть настолько могущественным? Глаза Су Минсюэй были странными. С количеством ударов по стене этот вид силы сравним с Берсеком. Неудивительно, что у него был такой низкий кредитный балл, но высокий средний балл. Оказалось, что это твой секрет. У Су Прозревшего было ощущение, что он поймал на козырь Суха, и это придавало ему уверенности. Ну и что, если твоя физическая сила сильна? В конце концов, это область иллюзий. Если он даже не может поймать тот, кто полагается только на физическую форму, тогда как Су Прозревший снова покажет свое лицо в будущем. Хэм, я покажу тебе свою истинную силу. Су Прозревший смотрел на Суха холодно. Сейчас их разделяли сотни метров, и Суха снова увеличил расстояние между ними. На данный момент Су Прозревший остановился. Странные знаки были сформированы обеими руками, и холодный свет выстрелил из его руки. Послышалось резкое жужжание. Земля и небо содрогнулись. Небо, казалось, потяжелело, а земля поднималась, и никто этого не замечал. Вся сцена была окутана странной аурой, которая направлялась к Суха. В этот момент мир окутала тьма. Рвущее действие образовало трещину в небе, открывая кусок горячего золотого пламени. Это пламя вылетело из щели. Он дико двигался, направляясь к Суха. Суха бросил быстрый взгляд и почувствовал, что его душу вот-вот заберут. Он ничего не видит. Когда он смотрел в лицо другим, единственным его преимуществом была способность видеть сквозь иллюзию. Это было потому, что их уровень путаницы слишком низок. В дополнение к их слабой степени реализма, он мог бы заметить разницу только путем сравнения. Но теперь атаковать Су Прозревшего была высокая степень реализма и путаницы. Когда их сложили вместе, Суха обнаружил, что, как бы он ни наблюдал, он не мог видеть сквозь золотое пламя перед собой. Это карта Су Прозревшего. Суха глубоко вздохнул. Суха мог легко уничтожить любую обычную технику происхождения, такую как более ранняя земляная стена. Когда Суха посмотрел на Су Минсю и он заметил капли пота на лбу после того, как он показал это золотое пламя. Конечно, сейчас он использует все свои силы. Я не могу остановить это. И я не должен это останавливать. Если его мастерство иллюзии превосходит Су Прозревшего, он будет не в состоянии избежать. Иначе его ждет тупик. Что мне теперь делать? Ум Суха работал со скоростью молнии. Вжух. Пламя казалось заметным, но очень быстрым. Ослепительный жнец прошел уже десятки метров и быстро приблизился к Суха. Внезапно Суха охватила непреодолимая сила. Золотое пламя нацелилось на него. Я проиграю, глаза Суха осузились. Это нормально, если он не был противником Су Прозревшего. Но проиграть? Бабочка мечты еще не проснулась. Его путешествие с иллюзиями только началось. Как оно могло так закончиться? Ни в коем случае. Вжух. Золотое пламя приближалось. В глазах Суха отражалось золотое пламя. Бум. Правая рука Суха внезапно дернулась. Земля вокруг него ушла из-под его ладони. На площади в сотню квадратных метров земля содрогнулась, и дым поднялся в воздух, скрыв его фигуру. Вокруг Суха образовалось несколько выбоин, и он без колебаний прыгнул в одну из них, оставив позади суменсию и толстого тигра с удивленным взглядом. Глава 603. Глава 603. Реалистичная техника иллюзии. Щелк. Не было никакого оглушительного звука. Золотой свет затопил тело Суха, когда золотое пламя поднялось к небу. В одно мгновение его тело было поглощено, разъедено и исчезло. Глоток. Толстый тигр в ужасе сглотнул слюну. Он видел эту сцену много раз в своей жизни, но каждый раз, когда он ее увидит, его будет тошнить, испариться в диком пламени. Что это за боль? Тело Суха исчезло, оставив после себя сущность иллюзии. Только теперь Су прозревший улыбнулся. Сто процентов степень реализма. Это цель, которую он преследовал все это время. Первоначально это было просто его высокомерие, но после того, как он увидел выступление Суха, он мог предвидеть, что если у него будет такая же степень реализма с его талантом, никто не сравнится с ним. Первые три элемента иллюзии – это только основы. Однако именно потому, что они являются основами, они чрезвычайно важны. Сущность иллюзии. Сто процентов степень реализма. Су прозревший был немного взволнован. Глядя на суть иллюзии, что Суха остался позади, Су прозревший не мог не протянуть руку. Вжух. Он коснулся ее ладонью. Он был ошеломлен. Глядя на сущность иллюзии, он все еще сохранял безразличный вид. Что случилось? Он снова попытался прикоснуться к своей ладони, но ответа не последовало. Лицо Су прозревшего получилось немного уродливым. Может ли быть, что талант Суха особенный или его иллюзия настолько велика, что оставленная позади сущность иллюзии стала уникальной? Это неправильно. Так называемая сущность иллюзии – это лишь часть разоблачения иллюзии. Самые большие, талант Суха может повлиять на содержание сущности иллюзии, но что касается того, как она формируется, то это должно быть под контролем учителей, верно? Что происходит? Су прозревший вновь протянул руку и не получил никакого ответа. Проклятая сущность иллюзии. Что именно здесь происходит? Сумин была немного раздражена, а затем указала на Толстого Тигра. Толстый Тигр шагнул вперед, немного испугавшись, он не мог не бояться. В конце концов, Толстый Тигр очень хорошо знал своего босса. Если бы ему удалось поглотить эту сущность иллюзии, он мог бы представить, как он умрет мгновенно под руками своего босса. Таким образом, когда он соприкасался с сущностью, он желал, чтобы у нее не было реакции. Как только его ладонь соприкоснулась с сущностью иллюзии, ответа не последовало. Толстый Тигр почувствовал облегчение. Убирайся, лицо супрозревшего почернело. Оттолкнув Толстого Тигра в сторону, он уставился на сущность иллюзии перед ними. Он не понимал, какая проблема возникла в сущности Сухая, что она не может быть поглощена. Может быть, перед смертью Сухая использовал какой-то трюк? Супрозревший почувствовал разочарование. Сущность иллюзии перед ним имеет высокую вероятность позволить его силе взлететь выше. Пока ему удается овладеть им, он может легко улучшить свою силу. Однако эта сокровищница перед ним закрыла перед ним дверь. Она явно перед ним, но достать ее невозможно. Что за чушь? Супрозревший чувствовал, что сходит с ума. Толстый Тигр, казалось, что-то заметил и осторожно прошептал Суминсуей. Босс, это сущность иллюзии. Может быть, это иллюзия? Что за бред вы несете? Суминсуей немного разозлился. Сухая явно умер у нас на глазах. Выступая на полпути, Супрозревший был ошеломлен. Глядя на сущность иллюзии перед собой, серия странных рябий ауры появилась из его руки и сошлась на сущность иллюзии. Вжух! Вспыхнул свет. Так называемая сущность иллюзии исчезла. Эта подделка, выражение лица Супрозревшего выглядело крайне некрасиво. Как это может быть подделкой? Как такое может быть? С силой Сухая, если он использует иллюзию, как я могу не различать ее? Как он мог обмануть меня одной своей силой? Супрозревший разбушевался. Приготовленная утка убежала. Эта сущность иллюзии очень поможет ему. Если ему удастся научиться этому, он сэкономит по крайней мере несколько лет усилий. Для него это просто бесценное сокровище. А теперь его нет. Больше всего его злило то, что он даже не знал, когда она исчезла. Кулик и Маллюск боролись друг с другом, и в конце концов рыбак поймал обоих. Может быть, после смерти Сухая кто-то похитил его сущность иллюзии? В этой области иллюзии подобные инциденты не редкость. На самом деле, Супрозревший делал это раньше. Но для того, чтобы отнять суть молча перед ним, это иллюзорное вскрытие. Есть ли сильный эспер в иллюзиях? Спросил Суминсуей. Толстый тигр покачал головой. Это просто оценка для начинающих классов. Как такой человек может участвовать? Супрозревший уже на пике начального класса. Даже если есть сильный эспер, самый большой, он будет похож на Суминсуя. Это буквально невозможно убежать от взгляда Супрозревшего. Если это не сильный эспер в иллюзии, то кто же это может быть? Может это Сухая? Осторожно предположил толстый тигр. Как сторонний наблюдатель, когда он видел, что что-то не так с сущностью, он уже знал, в чем, вероятно, проблема. Однако, Супрозревший был слишком уверен в себе. Ни за что. Супрозревший сказал решительно. Хорошо, если это кто-то другой, но Сухая. Если он хочет использовать иллюзии передо мной, ему все еще нужно тысячи лет. Забудь о нем. Даже если это кто-то, кто является профессиональным эспером четвертого уровня и мастером иллюзий, он не сможет избежать моего внимания. Не говоря уже об этом проклятом Сухая. Это совершенно невозможно. Супрозревший был очень уверен в себе. Потому что у него хватило сил на это. Он видел смерть Сухая своими глазами. Если это иллюзия, то как она могла ускользнуть от его взгляда? Какая польза от 1% путаницы Сухая? Это то же самое, что вообще ничего не иметь. Это просто недостойно упоминания. Использование 1% путаницы при борьбе, это бесполезно. Сухая мертв. Супрозревший был так уверен в своих суждениях и сказал в убийственным тоном, убери эту проблему в сторону. Я действительно хочу увидеть, кто тот, кто осмелился украсть мою сущность иллюзии. Я обращу его в пепел. Но Сухая. Что такое Сухая? Супрозревший сказал нетерпеливо. Он ясно сказал, что Сухая мертв. Почему этот чертов толстяк все еще втягивает его в это дело? Суминсю и не мог не иметь плохого настроения, так как приготовленная утка убежала от него. Появился Сухая, сказал толстый тигр слабым голосом. Ну и что, если он появится? Погоди, что ты сказал? Суминсю и внезапно посмотрела на толстого тигра и недоверчиво спросил. Появилась аура Сухая. Тигр горько усмехнулся, всего лишь секунду назад. Как это может быть? Супрозревший был совершенно ошеломлен. Сухая не умер? Да. Если он не умрет, тогда все встанет на свои места. Труп, сущность иллюзии. Все это иллюзии, подделки. Однако именно из-за этого, что Супрозревший был на стороже, неужели Сухая действительно обманул его? Он профессиональный эспер четвертого уровня, тот, кто находится на пике класса начинающих. Что касается Сухая, он тот, кто только что вошел в класс новичка. У него даже нулевой талант в иллюзии и жалкий один процент в замешательстве. При таких обстоятельствах Супрозревший фактически обманут. Более того, еще страшнее то, что он был глубоко погружен в иллюзию, даже не подозревая об этом. Иллюзии. Самый ужасный факт заключается в том, что человек все еще существо, которое сильно полагается на визуальную информацию. Самое страшное, когда что-то фальшивое, но он убедил себя, что это реально. Даже если это Супрозревший, он не станет исключением. Вжух! Супрозревший, наконец, проснулся в холодном поту. Как это могло закончиться так, пробормотал Сумин Сюей. Один процент да. Только один процент путаницы. Как он мог так легко попасться на эту удочку? В голове у него мелькали самые разные мысли. Его темперамент поуспокоился. Когда сцена, разыгравшаяся ранее, снова возникла в его голове Су, он, наконец, понял, что произошло. Так вот оно что, наконец-то я понял. Глаза Су Прозревшего сверкали. Наконец-то он понял, почему Суха легко мог обмануть его. Да. Замешательство Суха составляет всего один процент. Для обычных людей, особенно тех, кто изучает иллюзию, это не будет иметь никакого эффекта. Суха тоже знал об этом. Таким образом, с самого начала Суха никогда не рассматривал использование чего-либо подобного путаницы или связанным с ней методом происхождения. В чем преимущество путаницы? Ты показываешь на осла и говоришь, что это свинья. И тогда, в глазах других, это действительно будет свинья. Живой ли он, мертвый или даже зажаренный, он останется свиньей в их глазах, и никаких проблем не возникнет. Это сила смятения. Когда у человека высокая степень замешательства, предполагаемые жертвы будут играть как дураки, и в этом красота иллюзий. Однако, пока эта иллюзия, всегда будет возможность увидеть ее насквозь. Особенно те иллюзии с более низкими степенями реализма, вероятность того, что он будет обнаружен, будет еще выше. Чем больше вы пытаетесь сломать здравый смысл путаницей, тем больше вероятность его разоблачения. В общем, иллюзии делятся на две категории. Одна из них – реализм. Другая – фантазия. Например, вы указываете на свинью и говорите, что это динозавр. Это совершенно другой масштаб. Динозавр, появившийся в наше время? Когда вы слышите это предложение, обычный человек подсчитает это шуткой. В это время реализм будет бесполезен, и можно полагаться только на путаницу, чтобы убедить других. Пусть верит, пусть боится. В действительности иллюзия, опирающаяся на реализм, называется иллюзией реальности. Иллюзия с неограниченным воображением и заблуждением называется иллюзией фантазии. Глава 604. Глава 604. В океан тумана Сухоа ускользнул. То, что супрозревший догадался, было здорово. Когда Сухоа бросил свою точную копию, он уже ускользнул через образовавшуюся дыру. Сухоа, возможно, немного знала бы иллюзия их. Но он знал, когда сочетать иллюзии с реальностью в критический момент – это самый страшный момент. С тех пор как Сухоа впитал эти пять сущностей иллюзии от своих жертв, его знакомство с иллюзиями возросло. То, чего он не мог понять до вскрытия, решалось одно за другим. И эти два типа техник иллюзии. Теперь он понимал, о чем идет речь. При нормальных обстоятельствах, фантазии иллюзии, безусловно, намного сильнее, чем иллюзии реальности. В конце концов, если вы пытаетесь заставить кого-то поверить, что свинья-динозавр – это невозможный подвиг. Однако, когда враг запутался, сила динозавра всегда будет намного превышать по силе свинью. Благодаря нулевому мастерству Сухоа в замешательстве, он мог только идти путем иллюзии реальности. Эти два типа иллюзий являются продвинутыми курсами для среднего класса. Тем не менее, он смутно обнаружил что-то из эссенций, которые он впитал от других студентов, и использовал это, когда пытался сбежать ранее. Эффект был великолепен. Конечно, это было также в основном благодаря тому, что Сухоа впервые использовал его перед Суминсюей. Скорее всего, в следующий раз, когда Сухоа снова попытается использовать иллюзию реальности, Суминсюей будет к этому готов. Но, по крайней мере, он спасся. Шаги Сухоа были быстрыми. Он буквально не останавливался до сих пор. Суминсюей может даже обнаружить его издалека. Сухоа не должен позволить догнать себя. Однако, через несколько минут где-то впереди послышались звуки драки. Кто-то сражается. Глаза Сухоа сияли. Тут он увидел двух дерущихся студентов. Хэм, они действительно из восьмого класса. Сухоа был осторожен. В домене. Эти два студента были так увлечены своей битвой, что невозможно было разлучить их. Окружающая местность была полна всевозможных иллюзий. Ужасающие берсеки сопровождались всевозможными техниками. Прямо сейчас на глазах у одного студента гигантская голова тигра открыла пасть и поглотила все входящие атаки от позиции, в результате чего их усилия оказались напрасными. Столкновение было довольно ровным. Студент, который был подавлен, испугался, когда почувствовал, что кто-то приближается к нему. Сухоа, он учился в восьмом классе, а тот, что напротив, в десятом. Прямо сейчас он был тем, кого подавляли и кто шел по канату. Если Сухоа опоздает хотя бы на секунду, его, скорее всего, убьют. Кто здесь? Ученик десятого класса встревожился. В один на один конфронтации. Ему удалось лишь одержать верх, но теперь казалось, что такую ситуацию будет трудно удержать. Если есть еще, к кому присоединиться, он будет в беде. Однако, подняв голову, он не смог сдержать улыбки. Сухоа, я думал, кто, но оказалось, что это Сухоа. В этой области иллюзий, сколько вашей реальной силы вы можете использовать. Сухоа усмехнулся и ничего не сказал. В мгновение ока он бросился к телу студента и нанес удар сверху вниз. Встань, появился иллюзорный щит, преграждая Сухоа путь. Однако это продолжалось не более секунды, так как Сухоа мгновенно превратил его в обломки. Удар Сухоа пробил щит и направился к ученику. Бум. Появился мощный импульс. С полным ртом крови этот студент умер мгновенно. Мертвый он мертв. Ученица восьмого класса была в шоке. Как кто-то из того же класса, как он мог не понимать уровень мастерства Сухоа в иллюзии. Причина, по которой он позвонил Сухоа раньше, была не в том, что он придет и поддержит его, а в том, чтобы у него был шанс сбежать. Но он не ожидал, что ученик десятого класса умрет вот так. Только одно движение. Не было никакой великолепной иллюзии, просто обычный удар. В этом сила Сухоа. Будь то в реальной жизни или в области иллюзий, он все еще ужасен. Ученик восьмого класса внезапно почувствовал сожаление. Если он знал, что Сухоа такой сильный, во время урока не должен ли он подлизываться к Сухоа больше. Однако он довольно часто присоединялся к насмешкам над Сухоа. Глядя, как Сухоа медленно поворачивается, студент немного подумал, а затем решил сказать, «Сухоа, спасибо, что спас меня. Прости, я не должен был высмеивать тебя во время урока. Я не спасу тебя». Одно это предложение ясно говорило о его намерении. Студент был совершенно шокирован. Прежде чем он успел ответить, перед ним возникла черная тень. В следующую секунду его тело испытало неизмеримую боль. В глазах потемнело. Перед смертью, он все еще не мог поверить в происходящее. Может это Сухоа? Убил его? С этой мыслью он потерял сознание. Хе-хе, две сущности иллюзий, глаза Сухоа сверкнули. Протянув руку, чтобы схватить их, эти две сущности слились в его тело. При этом он закрыл глаза, чтобы упорядочить новую информацию. Что касается вражды между классом 8 и классом 10, какое это имеет отношение к нему? Когда они были снаружи, они действительно думали, что он не знал о том, что они смеялись над ним за его спиной. В этой области иллюзий надеяться, что он спасет их, просто смешно. Вжух, поглощение завершено. Сухоа открыл глаза. С этими двумя дополнительными сущностями Сухоа почувствовал, что его понимание иллюзий снова достигло другого уровня. Однако до цели еще далеко. В конце концов, начинающий класс это основа. Сухоа рассчитал, что если он хочет достичь своей цели, ему нужно будет, по крайней мере, понять и интегрировать все знания начинающего класса. Как этот факт, даже супрозревший не смел думать об этом. В конце концов, у каждого есть своя специализация. Ну, тогда я должен поглотить больше сущностей иллюзии, я полагаю, сказал себе Сухоа. Если другие люди хотят убить его, почему бы ему не убить их? Так называемая область иллюзий – это просто сцена для охотников и преследуемых. Это была битва для наглядного понимания, кто выносливее. Тогда, если все остальные будут убиты, будет ли основание в иллюзии завершено? В голове Сухоа возникла эта сумасшедшая идея, да, в любой отрасли будет много специализаций. Даже в иллюзии она разделена на множество путей. У каждого здесь свое понимание иллюзий. Овладеть каждым аспектом фундамента буквально невозможно. Но, если он убьет всех и поглотит сущность иллюзии каждого, можно было видеть безумие в глазах Сухоа. Это возможно. Он должен был смотреть один за другим? Это слишком хлопотно. До тех пор, пока его аура будет просачиваться в эту иллюзорную область, она будет привлекать других людей, чтобы постучать в его дверь. Это будет его шанс убить других учеников. Однако проблема в том, что как только он это сделает, Суминсио и найдет его, как бы далеко он ни был. Это из-за толстого тигра? Однако это проблема. Сухоа долго размышлял. В конце концов, он решил сделать ход. Он выбрал бы место подальше, прежде чем обнажить свою ауру. Убив свою жертву, он хотел скрыть свою ауру и бежать. Вот именно. Пока я не буду рассматривать Суминсио. Начнем. Сухоа начал действовать. В настоящее время в области иллюзий эти могущественные ученики бродили вокруг в поисках подходящих противников. Для них, тех, кто на нижнем уровне, не стоит усилий, чтобы сделать шаг. Эти низшие сущности иллюзии их бесполезно поглощать. Это просто пустая трата энергии. Поэтому их единственная цель – преследовать таких же сильных, как они сами. До тех пор, пока сущность этих людей стоит их выстрела или кого-то вроде Сухоа. Сто процентов степень реализма. Им будет достаточно сделать шаг. В области иллюзий. Все были полны уверенности, охотясь за добычей. Однако другие студенты также рассматривали их как добычу. Просто они не понимали, что стали добычей одного студента. В восточной области поля иллюзий. Внезапно вспыхнула аура, вызвав волнение среди бесчисленных студентов. Это аура. Сухоа. Он обнажил свою ауру и, кажется, стал мишенью для кого-то. Битва слишком ожесточенная, чтобы он мог обнажить свою ауру. Ха-ха, благослови меня Бог. Сущность иллюзии сухая моя. Никто не может украсть его у меня. Зазвенел голос. В восточной части царства иллюзий он мгновенно превратился в хаос. Все бросились к этой ауре. Искушение сто процентов степени реализма было достаточно. Профессиональный эспер первого уровня. Профессиональный эспер четвертого уровня. Буквально каждый студент сходил с ума. Для тех студентов на нижнем уровне, пока они ухватились за возможность, даже если они умрут, это будет стоить. Что касается сильных, сухо, они полны решимости схватить его. Однако, когда они бросились к месту, где была выставлена аура, они были ошеломлены. То, что появилось перед ними, оказалось океаном тумана. Серый туман окружал площадь в 100 метров. Она была такой густой, что едва можно было разглядеть пальцы на руках. Этот. С каких это пор в мире иллюзий есть такое место. Все встревожились. Иллюзия. Несколько сильных студентов на мгновение задумались. После тщательного наблюдения они могли только покачать головой. Я ничего не вижу. Этот туман ничем не отличается от настоящего тумана, и он не вызывает желания войти. Это не похоже на чью-то иллюзию. Неужели это настоящий туман? Глава 605. Глава 605. Тьма поглотит тьму. Он хочет сбежать. Воскликнул кто-то, заставив обратить на себя внимание. Да, он, должно быть, случайно обнажил свою ауру, когда столкнулся с другим учеником. Но теперь, когда битва закончилась и мы прибыли сюда, Сухо создал этот туман, чтобы не попасться. Я понимаю ваши объяснения. Если так, мы не должны позволить ему сбежать. Его сущность моя. Эй, это зависит от твоей силы. Первая подача. Первая подача. Если у вас есть возможность, то вы получите прибыль. Все стремились к убийству. Вжух. Люди бросились к океану тумана. В настоящее время все в восточном регионе области иллюзий бросились в туман, чтобы начать сумасшедшую погоню за сущностью иллюзии Сухо. Один из студентов осторожно остался наблюдать за туманом. Его талант это его шестое чувство. Это сослужило ему хорошую службу в области иллюзии. Но что более важно, у него была очень чувствительная интуиция. Его врожденное чувство опасности начало крепнуть в его сердце. В тот момент, когда он ступил в туман, он почувствовал, что его чувство опасности покалывает. Опасность. Это очень опасно. Это место. Он снова поднял голову. Глядя на окружающее, заполненное густым туманом, он снова включил режим тревоги. Хотя он не знал почему, но у него было такое чувство, что он не колеблясь, повернулся и ушел. Это потому, что интуиция никогда не подводила его раньше. Очевидно, этот студент не понимал, что принял правильное решение. Место, где не видно даже собственных пальцев, группа студентов, исполненных убийственных намерений, и Суха прячется в этом океане тумана, это будет кровавая баня, в тумане. Когда все вошли, буквально в следующую секунду, они потеряли чувство направления. Все, что они могли сделать, это бродить без определенного направления. Любое движение или конфликт вокруг них поднимали тревогу в их сердцах. Большая группа людей в конце концов разделилась на меньшие группы и начала искать Суха. Однако, после недолгих поисков они так и не смогли получить никаких сведений о местонахождении Суха. Их начинало раздражать то, как идут дела. И в этот момент, перед группой из трех человек появился Суха. Суха бежал, поджав хвост, когда увидел трех студентов поблизости. Его лицо побледнело, и он повернулся, чтобы бежать в другом направлении. Этим трем студентам потребовалась секунда, прежде чем они наконец отреагировали. Можно было видеть их лица, полные радостного восхищения. Суха, это оказался он. Казалось, удача на их стороне. В то время как другие упорно работают, чтобы найти его, Суха уже послал себя к их двери. Гонитесь за ним. Эти трое бросились прямо на него. Никто не произнес ни слова, чтобы предупредить остальных. Зачем им это делать? С тех пор, как они открыли Суха, все остальные враги. С ними тремя ситуация уже хаотична. Если они предупредят остальных, то не получат свою долю. С этой мыслью в голове. Эти трое смотрели друг на друга с враждебностью. Не будь безрассудной. Мы уладим это после убийства Суха. Кто-то предложил, и двое других кивнули. Суха в панике убежал. За исключением того, что он был ранен и вскоре был пойман. Эти трое не несли никакой чепухи. В то же время эти трое активировали свои техники иллюзии и убили Суха на месте. На земле остался комок ослепительного света. Сущность иллюзии. Эти студенты были так взволнованы, что их глаза вспыхнули. Поскольку эта сущность возникла из того, кто имеет 100% степень реализма. Если они в состоянии поглотить часть его, их сила предназначена для улучшения. Брат Лю, брат Джан. Это сущность иллюзии. Почему бы вам двоим не дать мне ее? Человек в середине, сказал хриплым голосом. Я уверен, что вы все понимаете, что я уже четвертый уровень профессионального эспера. Возможно, в следующем году я пойду в средний класс. В это время я обязательно позабочусь о вас двоих. Ха-ха. Тот, кого назвали братом Лю, улыбнулся. В этом году мне четвертый год. Двое других замолчали. Четвертый год. Это означало, что в следующем году он покинет колледж Джанчжинь. Сущность иллюзии перед ним единственный шанс совершенствоваться. Он не должен выпускать его из рук. Кроме Суха, у кого еще есть это ненормальная 100% степень реализма. Более того, он был настолько совершенен, что появился перед братом Лю в такое время. Это просто награда с небес. Атмосфера вокруг этих троих стала напряженной. Бессознательно энергия иллюзии конденсировалась в их руки. В этот момент вдали мелькнул огонек. Казалось, кто-то приближается. Хотя из-за тумана они не могли опознать приближающегося врага. Они не могли больше ждать. Бум. Человек по имени брат Джан, который еще не говорил, наконец сделал шаг. Как только он атаковал, он уничтожил этих двоих. А затем его тело быстро направилось к сущности иллюзии Сухаа. Убирайся. Двое других были готовы к этому давным-давно. Наконец-то вспыхнул хаотический бой. Перед этой сущностью иллюзии трое вступили в бой. Плюс, чтобы не привлекать внимание, они стремились закончить этот бой в кратчайшие сроки. Используя свои козыри с самого начала, они атаковали без колебаний. Все иллюзии столкнулись. Окружающая энергия содрогнулась. Менее чем за дюжину секунд бой в тяжелом весе завершился. Эта битва между тремя мужчинами закончилась победой брата Джана. Хе-хе. По сравнению с этим папочкой вы двое все еще дети. Брат Джан усмехнулся. Одна рука за две жизни определенно стоит того. В конце концов, это область иллюзий. Пока вы выходите позже, все будет по-прежнему нетронутым. И самое главное, сущность иллюзия перед ним. Перед ним были три сущности иллюзии. Один от Сухаа, а два других от его товарищей. Поначалу возможность получить его уже была для него приятным сюрпризом. Никогда бы он не подумал, что в конце концов получит сразу три. Это просто великое благословение с небес. Начнем с Сухаа. Брат Джан взволнованно схватил одну из сущностей иллюзии. В этот момент позади него тихо появилась тень. С огромной инерцией, ударившей его сзади, тело брата Джана внезапно напряглось. Когда в глазах потемнело, он упал в обморок. В предсмертные минуты в его голове мелькала только одна мысль. Черт побери. Тьма поглотила тьму. Брат Джан был мертв. Он не ожидал, что после такой тяжелой битвы он придет к такому выводу. Его ударили сзади. Кто ответственен за это? Он никогда бы не подумал об этом. Конечно, если бы этот брат Джан был свидетелем сцены перед смертью, его вырвало бы кровью от гнева. Как только он умер, сущность иллюзии, которая предположительно принадлежала Суха, исчезла без следа. Что касается темной тени позади, то это был никто иной, как Суха. Три сущности иллюзии одновременно улыбнулся Суха. Последний раз супрозревший давил и гнал его, а он схватил это новое приложение иллюзии. В конце концов, это единственная техника, которую он может выполнять в этой области иллюзию. Если бы это были другие, они, вероятно, атаковали бы немедленно. С существованием путаницы, даже если они посылают себя на смерть, они все равно будут верить, что их действие является правильным. Однако Суха не мог этого сделать. Таким образом, он мог только создать сцену и использовать участок, чтобы компенсировать свою слабость. Указать на динозавра и убедить кого-то, что это свинья, определенно сложно. Но указывать на свинью и сообщать другим, что это свинья. Все, очевидно, поверят его словам. Прямо сейчас Суха использовал жадность других учеников. Они не могли дождаться встречи с Суха и убить его. Они не могли дождаться, чтобы поглотить его сущность иллюзии. С почти идеальной степенью реализма Суха. Сколько людей будут использовать иллюзию, чтобы отличить, реально она или нет? Сколько людей могут сказать, вжух, Суха протянул руку и впитал эти три сущности иллюзии? Базовые знания быстро появились и слились с тем, что Суха уже освоил. Закрыв глаза, Суха мог сказать, что эти три эссенции были определенно сильнее, чем те, которые он поглощал раньше несколько раз. Это сделало понимание Суха иллюзии более глубоким на другом уровне. Никто не заметил, что океан тумана слегка изменился. Бессознательно, концентрация тумана была утолщена с небольшим отрывом. Это означало, что Суха возросла. Хорошо, Суха с удовлетворением открыл глаза. В конце концов, он совсем недавно прибыл в этот отдел иллюзий. Знания и прозрения каждого, безусловно, оказали ему большую помощь. Эти три сущности иллюзии позволили ему больше узнать о знании и опыте иллюзии. Это позволило его иллюзии быть еще более реалистичными, чем когда-либо. Давайте продолжим. После того, как Суха закончил поглощать эссенции, его сердце было на седьмом небе. Охота началась снова, в тумане. Время от времени можно было почувствовать колебания энергии, но когда другие устремлялись туда, ничего не было видно. Это означало, что битва уже закончилась. Все еще искали Суха. Но все их усилия были напрасны. Одна минута, две минуты, пять минут, десять минут. Прошло полчаса. Они обыскали каждый уголок этого океана тумана. Тем не менее, не было никаких признаков существования Суха или его ауры. Что происходит? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова